Добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сегодня, как и раньше, у нас большая честь в нашем заседании, я рад вам представить, участвует президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович, у нас 20-е заседание, Валдаю 19 лет, а заседание 20-е, так бывает. И когда мы смотрим на архивы валдайские, то такое ощущение складывается, что это хроника переломного времени. Время выпало действительно очень интересное. Нам очень почётно, что все эти 20 встреч не было ни разу, по-моему, что вы пропустили и не встретились с валдайскими коллегами. В зале есть те, кто с вами встречался раньше, причём и в первые разы, есть те, кто впервые. И я очень буду рад предложить вам изложить ваше сегодняшнее мнение. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня, ну так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой, так будет сегодня, так будет и впредь. Потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира, а на таких определяющих этапах роль и ответственность, таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходят за многие-многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государство и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия. Осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты. Убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений. А эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик. Так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственные представления и интересы. Это должно было стать всем очевидным. Должно было стать очевидным. Но оказалось, что это не так. Нет, это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть что предложить нашим друзьям, партнёрам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно. Поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне. По сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали, такой подход ведёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самодельность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, просто зашкаливала. По-другому и сказать невозможно. США и сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию – военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопленная веками колониальной политики. Но ведь и ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Но это же факт. Фактически, такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой, природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы увещевания, призыва к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публично и нашим союзникам, нашим партнёрам. Ведь был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение. А может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивайте, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема. В самоуверенности. Вот в чём проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киев в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Так нельзя, это невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объём денег, который затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбёжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Вы послушайте, ну, здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионам людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Ну, вы-то знаете, что происходило. На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идёт уже в десятый год. А специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно. Просто по той причине, что та или иная страна не понравилась гегемону, потерявшему чувство меры. И добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли. Все возможные грани перешли. Зря. Украинский кризис – не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам ещё осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается. И что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, на помойку. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного противостояния, «Мы – они» – порочное наследие XX века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае ее наиболее агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определенной части Запада, определенной части западных элит. Нужен враг борьбой, с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансии. Но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определенной системе этого самого гегемонии, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-политических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, как живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать большинство граждан, принимать не хотят. Их принуждаю, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия – излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются лепить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно. Из Китайской Народной Республики. В определенных ситуациях, в определенный момент, и из Индии, из той же Патали. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии. Всё понятно. Ну, там индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжаются. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, ну, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом к этому всё сводится. И даже из мусульман вообще пытаются слепить какую-то враждебную среду. Ну, и так далее. Фактически любой, любой, кто ведёт себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элит в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытые блоковые форматы. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовём вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определённую клетку обязательств. Это в известной степени, это очевидная вещь, отъём части суверенитета, а затем, и очень часто, навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности и прежде всего в сфере экономики. Ну, как это сейчас происходит в отношениях между Соединёнными Штатами и Европой. Пояснять не нужно. Если нужно, то в ходе дискуссии после моего вступительного слова поговорим об этом поподробнее. Для этого международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на каких правилах? Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам-то? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это всё, как правило, в откровенно хамской форме. Это всё то же самое проявление вот этого колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит. Вы должны, вы обязаны. Мы вас серьёзно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит. Может, вам самим пора избавиться от спеси, передать, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора всё-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества. Хочется так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся. Никогда. Скажу больше. На протяжении столетий подобное поведение вело к воспроизводству одного и того же – больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдоморальные обоснования. Сегодня это особенно опасно. Человечество обладает средствами, способными, как известно, легко уничтожить всю планету. А невероятная по масштабу манипуляция сознанием ведёт к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. И я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на Волгайской площадке. В концепции внешней политики России, принятой в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство цивилизации. В такой формулировке точно и ёмко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и, откровенно, колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много. И ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний, своих культур и традиций, своих народов. Для каждого из нас это своё. Для меня, например, это чаяние нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось стать. Выдающиеся мыслители во всём мире, приверженцы цивилизационного подхода, размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющее компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, не место, не время для таких рассуждений. Попробуем описать его применительно к сегодняшнему дню, предметным постараюсь это сделать. Основные качества государства и цивилизации – многообразие и самодостаточность. Вот два основных компонента, на мой взгляд. Современному миру чужда любая унификация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укреплённые в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном, и в ценностях народа. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Её неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но её нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, духовном и культурном богатстве. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бесценен. Мир всё более многообразен. Простыми способами управления, причесыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справиться. Что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире, в мире беспорядочном, к сожалению, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё больше государств приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности с окружающим миром. Убеждён, человечество движется не к фрагментации на конкурирующие сегменты, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивировали, не к бездушному универсализму новой глобализации. А напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция, одна на всех, такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточно в культурном плане, черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение к самим себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважение со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений. И, конечно, защита своего цивилизационного выбора – огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние посягательства, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными общностями. И главное – поддержание внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна. И ещё одна очень важная вещь – свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно, я бы сказал. Мы со своей стороны всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чём-то уступать ради достижения приемлемого для всех результата. Нет, они буквально одержимы только одним – продавить, именно продавить, причём любой ценой, здесь и сейчас свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться. В этом проблема. Например, произойдут внутриполитические сдвиги после очередных выборов. Вот страна настаивает на чём-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия, а завтра происходят внутриполитические изменения. И с тем же напором, и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое, иногда прямо противоположное. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, всё развернули, и всё в обратную сторону покатилось. А как работать в таких условиях? Где ориентиры, на что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Ну чушь какая-то просто. Всё это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам, даже не стран и народов, а сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны безответственность поведения политических элит, забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный подход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государства и народов, интересах, которые диктуются не сиюминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на которых основано представление о гармоничном будущем. Если все будут руководствоваться именно этим, конфликтов в мире, на мой взгляд, станет гораздо меньше, а методы их разрешения станут гораздо более рациональными. Потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другие и не пытается никого менять сообразно собственным представлениям. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Алдайским клубом к нынешнему заседанию. В нём говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно и объяснимо, особенно для интеллектуальной среды. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идём, к чему хотим прийти. И, безусловно, будущее создаётся сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идёт о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложно или практически невозможно. Что бы мы все ни делали, жизнь будет вносить и внесёт, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда. Вот к чему надо стремиться. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечат благо людей и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в регулирование конкретной проблемы. Ни один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать. Четвёртое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех, от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и Холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других, как на партнёров второго сорта, или на как изгоев или дикарей. Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии. И именно так. Шестое. Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный фактор. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых или сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, о которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто стремится к миру и процветанию, готовой к жёсткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организациям форума, как всегда, за основательную, качественную подготовку, а всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарности за ваше внимание. Спасибо большое. Владимир Владимирович, большое спасибо за такое подробное изложение общих вопросов концептуальных, потому что сейчас действительно и на Валдайском клубе, и во многих других местах все пытаются понять рамки, которые сменят те, которые уже не работают. И пока не очень мы преуспели, знаем, чего уже нет, но не очень понимаем, что будет. И вот ваши пункты – это, мне кажется, первый случай такой попытки, по крайней мере, очень чётко разложить принципы. Если можно, вдогонку к вашему выступлению, ну, конечно, очень интересная часть, посвящённая цивилизациям и цивилизационному подходу. Вы когда-то сказали, давно уже, правда, очень яркую фразу, что границы России нигде не заканчиваются. Если у России границы не заканчиваются, то у цивилизации русской и российской, видимо, вообще тут и говорить не о чем. Вот как это понимать? Где она? Вы знаете, это было сказано впервые в разговоре с одним из бывших президентов Соединённых Штатов, у меня дома, в Огарёво. Сказано было в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации. Мы все знаем, что, ещё раз хочу это повторить, Россия остаётся самой крупной страной в мире по территории, но если по-серьёзному, то, конечно, это прежде всего имеет цивилизационный смысл. Наших соотечественников проживает много. Русский мир, он имеет глобальный характер, русский язык является одним из официальных языков ООН. В одной Латинской Америке, вот сейчас мы с парламентариями встречались, 300 тысяч живёт наших соотечественников. Они есть везде, и в Азии, и в Африке, и в Европе, разумеется, в Северной Америке. Поэтому, если говорить по-серьёзному, повторяю, то в цивилизационном смысле, конечно, границ нет. Но так же, как и нет границ и всех других цивилизаций, возьмите Индию или Китаю, сколько представителей Китая живёт в других странах мира, и сколько представителей Индии живёт в других странах мира. Это всё перекрещивается, взаимодействует между собой. И очень хорошо, если это взаимодействие будет естественным и дружеским, направленным на укрепление этого состояния. То есть цивилизация для вас – это не территория, а люди? Да, конечно, прежде всего это люди. Ведь и наши, наверняка сейчас будет много вопросов там по Украине, наши действия на том же Донбассе прежде всего проектованы и, главным образом, защита людей. В этом смысл есть в наших действиях. А в таком случае вы можете охарактеризовать специальную военную операцию как конфликт цивилизационный? Вы сказали, что это не территориальный конфликт. Ну, это прежде всего, я не знаю, какую там цивилизацию защищают те, кто по той стороне линии фронта находятся, но мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей. Хорошо. Как раз, раз уж сразу перешли к Украине, сегодня, по-моему, в Испании начинается большое мероприятие европейское. Туда поехал Владимир Зеленский и ряд других важных людей. Обсуждается вопрос продолжения поддержки Украины. Сейчас, как мы знаем, в Соединённых Штатах некоторая заминка случилась в связи с кризисом в Конгрессе. Поэтому в Европе, мне кажется, почувствовали такое, что придётся финансирование брать на себя. Как вам кажется, справятся ли они и что мы ждём от этого? Ну, мы ждём проявлений хоть каких-то ростков здравого смысла. Что касается, справятся они или не справятся, это их нужно спросить. Ну, конечно, справиться, в чём проблем я не вижу. Проблема в том, чтобы расширить производство, чтобы увеличить количество денег, которые направляются на войну и продлевают этот конфликт. Но есть, конечно, и проблемы, они для этой аудитории, мне кажется, понятны, и эти проблемы известны. Если в США, как вы сказали, там есть заминка, она носит скорее технический характер. Но политик, технический, так скажем, который заключается в том, что есть проблема с бюджетом, большая долговая нагрузка, нужно бюджет сбалансировать. Вопрос, за счёт чего балансировать, либо за счёт поставок оружия на Украину и сократить расходы бюджета, либо за счёт урезания социальных расходов. Но урезать социальные расходы никто не хочет, особенно на этом укрепляется позиция оппозиционных партий, оппозиционной партии в данном случае. Вот и всё. Но в конечном итоге, наверное, деньги найдут, напечатают ещё. Печатали за постковидный период, и в ковидный период напечатали 9 с лишним триллионов долларов. Поэтому подпечатать ещё кое-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит. Сделают наверняка. Что касается Европы, то здесь сложнее ситуация. Потому что, если в США мы наблюдаем всё-таки рост экономики за предыдущий период в 2,4% ВВП, то в Европе дело обстоит хуже гораздо. Там в 2021 году рост экономики был 4,9%, в этом году будет 0,5%. И то только за счёт южных стран, за счёт Италии и Испании, которые показали небольшой рост. Мы вчера с нашими экспертами говорили на этот счёт. Я думаю, что и рост в Италии и Испании прежде всего связан с ростом цен на недвижимость и с определённым подъёмом туристического сектора. А в основных экономиках Европы стагнация. Там во всех производствах минус. В Федеративной республике минус 0,1%. В прибалтийских странах там минус 2, минус 3 даже. В Эстонии, по-моему, минус 3. Но и в Голландии, в Австрии везде минус. Особенно большой минус в области промышленного производства. Там, если не катастрофа, то очень тяжёлое состояние в сфере реального производства. Особенно в химической промышленности, в секольной, в металлургической. Ну, мы знаем, что в силу дешевизны, ну, относительно дешёвых энергоносителей в Соединённых Штатах и некоторых решений административно-финансового характера, многие производства из Европы просто переезжают в Соединённые Штаты, закрываются и в Европе, и переезжают в Соединённые Штаты. Это хорошо известно, это вот то, на что я намекал, выступая здесь, от этой трибуны. Вот растёт и нагрузка на население европейских стран. Это тоже очевидная вещь, это данные самой же европейской статистики. Уровень жизни падает за последнее время, за последние месяцы сократился, по-моему, на полтора процента. На полтора? На полтора процента, да. Вот, поэтому Европа может или не может? Может. За счёт чего? За счёт ухудшения, дальнейшего ухудшения своей экономики и жизни граждан европейских государств. Ну, у нас-то ведь бюджет тоже не резиновый. Мы-то справимся, в отличие от них? Мы справляемся пока. И у меня есть основания полагать, что мы в будущем справимся. У нас за третий квартал текущего года был профицит с 660 миллиардов рублей. Это первое. Второе. У нас в конечном итоге по результатам года будет определённый дефицит, ну, где-то в районе одного процента. И на ближайшие годы, на 2024-2025, где-то мы рассчитываем, что дефицит будет где-то в районе этого одного процента. У нас рекордно низкая безработица, 3% установилась и стабилизировалась. И что очень важно, это ключевой момент, может быть, мы к этому ещё раз вернёмся, но считаю это важным, фундаментальным явлением в нашей экономике. У нас естественным образом началась структурная перестройка экономики, потому что то, что мы раньше получали из европейских стран по импорту, много для нас закрыли. И мы также, как в 2014 году, введя определённые ограничения на закупку западных европейских, прежде всего, сельхозтоваров, вынуждены были вкладывать деньги в развитие сельхозпроизводства внутри страны. Да, подскочила инфляция, но мы потом добились того, чтобы наши производители нарастили обороты производства нужных нам товаров. И сегодня, вы знаете, мы по всем основным сельхозтоварам обеспечиваем себя полностью, полностью по основным видам продовольствия. То же самое сейчас происходит в сфере реального производства промышленности. И основной рост дают как раз обрабатывающие отрасли. Нефтегазовые доходы упали, но они тоже дают плюс 3%, а не нефтегазовые доходы, и прежде всего, в перерабатывающих отраслях – плюс 43%. И это, прежде всего, сталелитейная промышленность, это оптика, это электроника. Нам очень много нужно сделать в сфере микроэлектроники. Мы реально ещё в начале пути, но она уже растёт, всё вместе даёт плюс 43%. Мы перестроили логистику, транспортное машиностроение растёт и так далее, и так далее. В целом у нас стабильная, устойчивая ситуация. Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития. На новой базе, что чрезвычайно важно, для нас очень важно этот тренд сохранить, не упустить. У нас есть проблемы, в том числе они касаются дефицита рабочей силы, но за этим следуют и некоторые другие вопросы. Но у нас растут реальные располагаемые доходы населения. Вот если в Европе они упали, у нас подросли больше, чем на 12%. Здесь свои возникают, связанные с инфляцией, а она у нас подросла. Сейчас 5,7%. Это да. Но Центральный банк, правительство принимают согласованные меры для того, чтобы нивелировать эти возможные негативные последствия. Вы упомянули структурную перестройку, которая происходит. Значит, вот некоторые оппоненты скажут, что это милитаризация экономики. Правы они? Значит, смотрите, у нас возросли расходы на оборону. Но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза. Было где-то около 3%, сейчас они около 6%. На оборону и безопасность. Но при этом, я вот хочу это подчеркнуть, я уже сказал, вынужден повторить. У нас профицит бюджета в третьем квартале свыше 660 миллиардов рублей. А в этом году в погоду будет дефицит, но только 1%. Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика. Поэтому сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло, это не так. Так, хочу подчеркнуть, что все, именно все ранее заявленные планы развития, достижения стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства быть населением, все в полной мере выполняются. Спасибо. Это хорошая новость. Владимир Владимирович, помимо конфликта на Украине, к которому мы, безусловно, вернемся еще неоднократно, буквально последних дней, недель события на Южном Кавказе, вот председатель Евросовета Шарль Мишель, недалеко вчера в интервью сказал, Россия предала армянский народ. Кто сказал? Шарль Мишель, председатель Европейского Совета. Да. Знаете, у нас в народе говорят, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала. Корова. Корова, кобыла, неважно. Животное, короче, какое-то. Значит, это все? Я вас перебил, извините. Нет, пожалуйста. Вы понимаете, что происходило и что произошло в самое последнее время, вот что. Но после известных событий и развала Советского Союза, мы знаем, что был конфликт, начались этнические столкновения между армянами и азербайджанцами, они начались в городе Сумгаити, потом перекинулись на Карабах. Все это привело к тому, что Армения фактически, не Карабах же, Армения фактически поставила под свой контроль весь Карабах и семь прилегающих территорий, семь районов Азербайджана. Это, по-моему, чуть ли не 20% территории Азербайджанской республики. И вот все это продолжалось многие десятилетия. Должен сказать, что я не раскрою здесь никакой тайны. Мы много раз на протяжении лет 15 последних предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромиссы. Какие? Вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом. Но наши карабахские друзья из раза в раз нам всё время говорили, что нет, это создаст для нас определённые угрозы. Мы, в свою очередь, говорили, послушайте, Азербайджан растёт, экономика развивается, это нефтегазодобывающая страна, там уже свыше 10 миллионов населения. Давайте сравним потенциалы. Пока есть такая возможность, нужно найти этот компромисс. Мы, со своей стороны, уверены, проведём соответствующие решения в рамках Совета безопасности ООН, гарантируем безопасность этого возникающего естественным образом Лачинского коридора между Арменией и Карабахом, гарантируем безопасность армян, проживающих на этой территории. Но нет, нам сказали, нет, мы на это пойти не можем, а что будете делать, будем сражаться. Ну, ладно. Вот дело в конечном итоге дошло до вооружённых столкновений в 2020 году, и тогда я тоже предложил нашим друзьям и коллегам, кстати, тоже президент Алиев на меня не обидится, наверное, но в какой-то момент достигнута договорённость о том, что азербайджанские войска остановятся. Я, честно говоря, думал, что вопрос решён. Позвонил в Ереван и вдруг услышал, нет, пусть они уходят из той незначительной доли Карабаха, куда войска азербайджана зашли. Ну и всё. Я говорю, послушайте, а что вы будете делать? Опять та же самая фраза, будем сражаться. Я говорю, ну, послушайте, они сейчас через несколько дней выйдут в тыл вашим укреплениям в районе Агдама, и всё закончится. Вы понимаете? Да. Что будете делать? Будем сражаться. Ну, ладно. Ну вот, значит, всё получилось так, как и получилось. В конечном итоге всё-таки мы договорились с Азербайджаном, что после выхода на линию Шуши и в саму Шушу боевые действия будут остановлены. Было подписано соответствующее заявление в ноябре 2020 года о приостановке боевых действий и о вводе наших миротворцев. И вот следующий очень важный момент. Правовой статус наших миротворцев был основан исключительно на этом заявлении от ноября 2020 года. Никакого статуса миротворцев так и не возникло. Ну, сейчас не буду говорить, почему. Азербайджан считал, что это нет в этой необходимости, но подписывать без Азербайджана было бессмысленно. Поэтому весь статус был основан, повторяю, исключительно на заявлении от ноября 2020 года. И права миротворцев заключались только в одном – в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня. Всё. У нас у миротворцев никаких других прав там не было. Ну и нет. Только наблюдение за прекращением режима, за прекращением огня. Всё. Но такое зыбкое состояние, оно продолжалось определённое время. Теперь вы упомянули про уважаемого мною председателя Евросовета господина Мишеля. Вот в Праге осенью 2022 года под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, собрались и лидеры Армении, и Азербайджана. И там подписали заявление, понимаете? Заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджанской республики. Более того, руководители делегации, руководители Армении прямо назвали территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую, безусловно, входит и Карабах, и подчеркнули, что они признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской СССР, входивших в своё время в состав СССР. А, как известно, в состав Азербайджанской СССР входил и Карабах. То есть, по сути, был решён главный, абсолютно ключевой опрос, который заключался в статусе Карабаха. Когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость, даже Армения. Что, честно говоря, для меня странно, но, тем не менее, такое было решение, они не признали независимость Карабаха. Но здесь, в Праге, они признали, что Карабах принадлежит Азербайджану, а потом в начале 2023 года вторично повторили то же самое на аналогичной встрече в Брюсселе. Ну, вы знаете, так между нами, хотя между нами уже это, наверное, не подходит, но, тем не менее. Но если пришли… Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично узнал это из прессы. Но Азербайджан и всегда считал, что Карабах – часть его территории. Но определив статус Карабаха как части Азербайджана, Армения совершила качественные изменения своей позиции. После этого на одну из встреч ко мне президент Алиев подошёл и говорит, ну вот видите, все признали, что Карабах наш. Ваши миротворцы там находятся на нашей территории. Понимаете, даже статус наших миротворцев претерпел в сладу качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана. Он говорит, ваши военные находятся на нашей территории, и давайте теперь договариваться о их статусе на двусторонней основе. Ну, а премьер Пашинян подтвердил, говорит, да, вам нужно теперь договаривать на двусторонней основе. То есть Карабах ушёл. Можно что угодно говорить об этом статусе, но это было ключевым вопросом. Статус Карабаха. Вокруг этого всё крутилось на протяжении предыдущих десятилетий. Как и когда, кто и где будет определять статус. Всё. Армения его решила. Карабах перешёл в состав Азербайджана официально. Это такова позиция армянского государства современного. Ну, а нам-то что делать? Нам что? Всё, что происходило в недавнем прошлом, неделе, две, три назад, и перекрытие этого Лачинского коридора и так далее, всё это было неизбежно после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом. Это было только вопросом времени. Когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции азербайджанского государства? Ну, а что скажешь-то? А как на это реагировать-то ещё? Армения признала, а мы что должны делать? Нет, а мы не признаём. Ну, это же нонсенс, правильно? Ерунда какая-то. Я сейчас не буду рассказывать, думаю, что некорректно о нюансах наших дискуссий, но то, что произошло в последние дни или в последние недели, это было неизбежным последствием того, что было сделано в Праге и в Брюсселе. Поэтому вот господин Мишель и его коллеги должны были бы тогда подумать, когда уговаривали, видимо, я не знаю, надо спросить их самих, где-то закулисно, кулуарно уговаривали премьер-министра Армении господина Пашиняна пойти на такой шаг. Должны были бы все вместе подумать о судьбе армян Карабаха. Должны были бы как-то, ну, хотя бы что-то прописать о том, что и как их ожидает в этой ситуации. Какой-то порядок интеграции Карабаха в азербайджанское государство, какой-то порядок, связанный с обеспечением их безопасности и соблюдением их прав. Но там же ничего этого нет. Там есть только заявление о том, что Карабах – это часть Азербайджана. Всё. И чего мы должны делать? Если так, сама Армения решила. Нам-то что делать? А мы что делали? Мы использовали всё, чем мы располагали в правовом смысле, для того, чтобы обеспечить гуманитарную составляющую. Как вы знаете, у нас там люди погибли, между прочим, защищая армян Карабаха, наши миротворцы. Мы оказывали им гуманитарную помощь, оказывали медицинскую помощь, обеспечили их выход. И если уж возвратиться опять к нашим европейским, так называемым, коллегам, но они хотя бы сейчас гуманитарную помощь, пускай посылают там на содержание этих несчастных людей, по-другому сказать не могу, которые вышли со своих родных на съезженных мест из Нагорного Карабаха. Но мне кажется, это-то они сделают. Но в целом, по большому счёту, нужно, конечно, подумать о их судьбе в долгосрочном перспективе. А Россия этих людей готова поддержать? А я же только что сказал. Мы же их поддерживали. У нас люди там погибли, защищая их, прикрывая их собой. Собой. И обеспечивая гуманитарную поддержку. Ведь у нас там в центре наших миротворцев, туда же все беженцы пришли под защиту наших миротворцев. Тысячи там собрались, туда приходили, женщины и дети в основном. А так мы, конечно, это уже готовы оказывать. Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, мы, конечно, их готовы и будем обсуждать, и готовы оказывать поддержку и помощь этим людям. Это само собой разумеется. Но я просто сейчас вам рассказал, как события развивались. Ну, коротко, но в целом основное, я вам сказал. Владимир Владимирович, ещё один такой нюанс в этой связи. Сейчас азербайджанское руководство очень жёстко зачищает тех, кто на службе был в Карабахе, руководителей. И там есть разные люди, включая тех, кого в России хорошо знают, как Рубян Варданян, например. Он отказался от нашего гражданства? Он отказался, но он был. Мы можем как-то призвать азербайджанское руководство проявить, ну, не знаю, милосердие? Мы всегда это делали, и сейчас это делаем. Я разговаривал, как вы знаете, по телефону с президентом Алиевым. Ну, и раньше мы говорили о том, что ничего бы там ни случалось. И он меня всё время заявлял в том, что, что бы ни случилось, нам обеспечит и безопасность, и права армянского населения на Горного Карабаха. Но сейчас там же армян-то не осталось. Все ушли. Вы знаете, что все ушли? Там просто нет армян. Ну, может быть, тысячи, полторы, всё? Ну, всё, там просто никого нет. А вот что касается бывших руководителей, я не знаю, не хочу там вдаваться в детали. Ну, я так понимаю, что их особенно в Ерване хотят видеть. Но я исхожу из того, что руководство Азербайджана всё-таки будет исходить из… в данном случае, когда все вопросы территориального характера для Азербайджана решены, всё-таки будет исходить из соображений гуманитарного характера. Спасибо. Коллеги, прошу. Так, пожалуйста, желающий задать вопросы. Фэн Шаолей, да, профессор Фэн Шаолей, один из наших ветеранов. Большое спасибо. Фэн Шаолей, педагогический университет Восточного Китая, Шанхай. Уважаемый господин президент, очень рад вас ещё раз видеть. Октябрьская международная конференция, её тема, посвящённая десятилетия инициативы «Путь и пояс» будет состоится в Пекине. И в то же время, это почти десятилетия инициативы по сопряжении евразийского партнёрства с инициативой «Путь и пояса Путь», которые определяли вы вместе с президентом Чжи Чжи Пином. Но мой вопрос такой же, при новой обстановке, какие же новые идеи и какие конкретные предложения вы уже подумали и приготовили? Большое спасибо. 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 Вот мы сейчас говорим о коридорах северо-юг. Китай выстраивает некоторые маршруты через среднеазиатские государства. Мы заинтересованы в том, чтобы это поддержать. Мы строим соответствующие авто и железные дороги. Вот это всё является предметом наших переговоров. Это во-первых. Во-вторых, всё это дополняется тем, что называется сфера реального производства. Мы поставляем необходимые товары в Китайскую Народную Республику, Китай поставляет нам необходимые нам товары. И мы выстраиваем такие цепочки и логистические, и производственные цепочки, которые, безусловно, вписываются в те цели, которые представитель Синь Цзиньпинь поставил перед китайской экономикой, и вписываются в наши задачи развития, особенно в современном мире, развития нашей экономики и партнёрских отношений с другими странами. Это совершенно очевидно дополняет друг друга. Я сейчас не буду перечислять конкретных проектов. Их достаточно. И между Китаем и Россией в том числе. Вот мы мост построили, вы знаете. У нас есть другие планы логистического характера. Мы развиваем отношения, как я уже сказал, в сфере реального производства. Вот всё это вместе и будет предметом наших двусторонних контактов и переговоров и в рамках многостороннего формата. Это большая очень, очень ёмкая, капиталоёмкая работа. И я хочу подчеркнуть ещё раз, хочу акцентировать на это. Вся эта работа ни в коем случае и никогда не строилась против кого-то. Она имеет созидательное начало и направлено исключительно на достижение положительного результата как для нас, Россия и Китай, так и для наших партнёров во всём мире. Спасибо. Так, Ричард Саква. Ричард Саква. Now, do you see an emerging contradiction between the changes in international politics and the, if you like, the paralysis of the United Nations system, international law and all of that? And how can Russia help to overcome and make the United Nations work better and for the contradictions in international politics to find a more peaceful and developmental path into the future? Сегодняшний день совсем другая. И, конечно, эти правовые нормы, они должны меняться в соответствии с меняющимся миром. Здесь по-разному можно к этому относиться. Можно сказать, что ООН и современное международное право, которое построено на базе Устава Организации Объединённых Наций, устарели и подлежат сносу. И необходимо создать что-то новое. Но здесь, конечно, есть опасность того, что мы имеющуюся систему международных правил, именно настоящих правил, право международного на основе Устава ООН устраним, а нового пока ничего не создано и не создадим. И наступит просто всеобщий хаос. Он и так имеет место, его элементы имеют место быть. Но если совсем отправить на свалку историю Устав ООН, не заменив её ничем, то хаос неизбежен и может привести к очень тяжёлым последствиям. Поэтому, я полагаю, надо идти по пути изменений международного права в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и с изменением ситуации в мире. В этом смысле, конечно, в Совете Безопасности ООН должны быть представлены такие страны, которые приобретают значительный вес в международных делах и просто в силу своего потенциала имеют возможность и оказывают влияние на решение ключевых международных вопросов. Какие это страны? Ну, это Индия, более полутора миллиардов, по-моему, человек уже, население, 7 с лишним процентов рост экономики, по-моему, 7,4 или 7,6 процентов. Но это мировые гиганты. Да, там ещё очень много людей, которые нуждаются в помощи, в поддержке, но, тем не менее, там высокотехнологичный экспорт растёт гигантскими темпами. Потому что это мощная страна, она становится из года в год мощнее под руководством премьер-министра Моди. Или Бразилия в Латинской Америке. Население огромное, рост влияния колоссальный. Южная Африка. Ну, как же не учитывать их влияние в мире? Значит, и их вес при принятии ключевых решений международной повестки должен возрасти. Но, разумеется, делать это нужно таким образом, чтобы был достигнут консенсус этих изменений, чтобы он не разрушал. Это сложный вопрос, чтобы он не разрушал существующий международно-правовый режим. Это сложный процесс. Но, на мой взгляд, надо идти именно по этому направлению, по этому пути. То есть вы считаете, что существующий международно-правовый режим существует? Он не разрушен ещё? Ну, до конца точно не разрушен. Ведь понимаете, в чём дело? Давайте вспомним самые первые годы существования ООН. Как называли тогда нашего советского министра иностранного дела господина Громыкова? Его называли господин Новым. Почему? Потому что очень много было противоречий. И Советский Союз очень часто пользовался своим правом вето. Но зато это имело смысл и значение. Это не доводило до конфликтов. В нашей новейшей истории мы очень часто слышали со стороны западных лидеров, что система ООН устарела. Она не отвечает потребностям сегодняшнего дня. Особенно это начало звучать когда? В период югославского кризиса. Когда без всяких санкций Совета о безопасности ООН, Соединённые Штаты и их союзники начали бомбить Белград. Безжалостно и бесстрашно. Даже попали в посольство Китайской Народной Республики в Белграде. Где это международное право? Нет, сказали, никакого международного права, такого, которое было, не нужно. Оно устарело. Почему? Потому что хотелось действовать без оглядки на это международное право. Потом, когда какие-то действия начала предпринимать Россия, сказали, как же так, безобразие, Россия нарушает международное право и устав ООН. Но всегда, к сожалению, были попытки подстроить это международное право под себя. Это хорошо или плохо? Это очень плохо. Но хоть что-то существует, что является ориентиром. Моя озабоченность заключается только в том, что если это вообще будет сметено в корзину, убрано, тогда даже ориентиров не будет. Мне кажется, что нужно идти по пути перманентных, постепенных изменений. Но нужно это делать, безусловно. Мир поменялся. Спасибо. Сергей Караганов. Выгнавич, я один из ветеранов и основателей клуба. И нахожусь в состоянии близком к счастью в день его 20-летия. Потому что старики должны говорить, что при нас было лучше, так не было при нас лучше. Сейчас лучше, веселее, интереснее, ярче, многоцветнее. Так что спасибо вам тоже за участие. Вопрос у меня вот какой. Что касается веселее, мне кажется, что это звучит смело. Когда интереснее, тогда веселее. Вам веселее, мне, честно говоря, не мощнее. Владимир Владимирович, и за пределами у нас в России, и сейчас на клубе довольно быстро обсуждается один простой вопрос. Я его сформулирую следующим образом. От себя, конечно, не от всех. Не устарела ли наша ядерная доктрина применения ядерного оружия? Мне кажется, что, безусловно, устарела. И она даже выглядит легкомысленной, созданной в другие времена и, может быть, в другой обстановке, да даже и следует старым теориям. Сдерживание больше не работает. Не пора ли нам менять доктрину применения ядерного оружия в сторону понижения ядерного порога? И идти, конечно, твердо, но достаточно быстро по лестнице эскалации, сдерживание, отрезвление наших партнеров. Они обнаглели. Они прямо говорят, что поскольку у вас такая доктрина, и что они никогда не применят ядерного оружия, и мы таким образом невольно позволяем им расширять и проводить совершенно чудовищную агрессию. Это один вопрос. А в нём заложен другой. Мир в ближайшие годы, даже когда мы победим тем или иным способом на Украине, или вокруг Украины, Запад, всё равно будет проживать очень трудные времена. Поднимаются новые центры, будут возникать новые трудности. Нам ведь необходимо вставлять обратно тот самый предохранитель, которым было ядерное сдерживание, которое держало мир на протяжении 70 лет. Сейчас этот Запад, забыв историю и страх, этот предохранитель пытается ликвидировать. Не стоит ли нам поменять нашу политику в этой области? Мне известна Ваша позиция. Я читал некоторые документы Ваши, статьи, записки. И я чувства Ваши понимаю. Напомню, что в российской военной доктрине существует две причины возможного применения со стороны России ядерного оружия. Первое – это применение в отношении нас, то есть это в ответ на встречном ударе, так называемый. Но на практике что это означает? Ракеты стартовали, наша система СПРН обнаружила, зафиксировала, дала знать о том, что целью является территория Российской Федерации. Всё это происходит в секунды, чтобы все понимали. И уже понимая, зная информацию о том, что по России не наносится удар, мы со своей стороны отвечаем на эту агрессию. И хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки Мирового океана, либо с какой бы то ни было территории, в ответ на встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причём сразу на нескольких направлениях. А вторая причина применения этого оружия – это угроза существованию российского государства, если против России применяют туда даже обычные средства вооружения. Но под угрозу ставится само существование России как государства. Вот две возможных причины для применения оружия, о котором вы сказали. Нужно ли нам это менять? Зачем? Всё можно поменять? Я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства. Нет. Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придёт в голову применить ядерное оружие в отношении России. Тем не менее, точка зрения ваша, других экспертов, людей, которые настроены патриотически, очень переживают за происходящее внутри страны, вокруг нас, переживают за то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения на украинском направлении. Я всё понимаю, мы внимательно смотрим и относимся, поверьте, с уважением к вашей точке зрения. Но я не вижу такой необходимости. Там менять нашу концепцию. И потенциальный противник знает обо всём, знает о наших возможностях. Здесь другое дело. Например, я слышу уже призывы, допустим, начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям. Здесь вот что бы сказал. Соединённые Штаты подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытания ядерного оружия. И Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала. А Соединённые Штаты подписали, но не ратифицировали. Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал ещё несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание «Буревестника». Крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над «Сарматом», над сверхтяжёлой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время. Как правило, специалисты говорят, что новое оружие нужно убедиться в том, что там специальный боезаряд будет работать без сбоев. Но и надо проводить испытания. Ну, я вот сейчас не готов сказать, нам нужно действительно и не нужно проводить испытания. Но повести себя зеркально в отношениях с Соединёнными Штатами, повторю ещё раз, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали. В принципе, зеркально повести себя с теми же Соединёнными Штатами можно, но это вопрос депутатов в Государственную Думу. Теоретически можно отозвать эту ратификацию. Достаточно. Если мы и это сделаем, этого будет вполне достаточно. Вот сейчас на Западе уже открыты некоторые высказывают такую позицию, что поддержка Украины такая активная, связанная с тем, что Россия как-то недостаточно убедительно отвечала все полтора года на эскалацию с их стороны. Я не знаю, убедительно или не убедительно, но вот сейчас только с начала так называемого контрнаступления, это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса. Убедительно или не убедительно? Поэтому у нас есть своё понимание, что и как двигается. Мы понимаем, где и что нам нужно сделать, где и что нам нужно добавить. Мы спокойно идём к достижению своих целей и уверен, мы их добьёмся реализации этих задач, которые мы перед собой ставили. Спасибо. Так, Радья Кадсай. Спасибо большое. Президент Путин, спасибо большое за другую, очень хорошо информацию, исторически очень инструктивную и впечатляющую разговору. Как всегда, это очень впечатляет и привилегение слышать. У меня есть вопрос, и также личный аппелл. Моя вопроса о Канаде, Канаде. Как вы знаете, Канаде Парлимента просто сделает себя ващество в мире. Боя упражнение украинского Naziа, украинского Naziа, украинского Naziа, в Парлименте. Украинского парламента, не об этом спросили, что это правильно сделать. Как вы знаете, Приме Минер Трюдоу, я думаю, два раза. Парлименты, который президент Парлимента, украинский парламент, украинский парламент. Приме Минер Трюдоу, украинский парламент. Продолжение следует... 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 то он негодяй. Или так, или так. Но вот с такими людьми нам приходится иметь дело. Вот таковы наши оппоненты сегодня со стороны некоторых западных стран. Но что ещё важно, на мой взгляд? Вот спикер парламента Канады говорит, он сражался с русскими и сегодня продолжает поддерживать, там, дальше цитата, сегодня продолжает поддерживать украинские войска, сражающиеся против русских. Он, по сути, поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части, сражающиеся, как он сказал, против России. Он поставил их на одну доску. Это только подтверждает наш тезис о том, что одна из наших целей на Украине – это деноцификация. Значит, она всё-таки там есть и признаётся. Это нацификация Украины. И наша общая цель, считаю, общая – добиться деноцификации. Ну и, наконец, конечно, абсолютно отвратительным выглядит то, что все аплодируют, аплодировали этому нацисту. И особенно президент Украины, в жилах которого течёт еврейская кровь, евреи по национальности, стоит и аплодирует нацисту, не просто последующему нацистов, не просто идейному последователю, а именно человеку, который своими руками уничтожал еврейское население. Это он лично уничтожал, потому что немецкие фашисты создали эту дивизию СС Галичина прежде всего для уничтожения мирного населения. И в решении Нюрнбергского суда так и записано. На них возложена вина за геноцид евреев, поляков, 150 тысяч примерно поляков было уничтожено, русских, конечно. Цыган вообще никто не считал. Их за людей даже не считали. Значит, полтора миллиона человек евреев уничтожено на Украине. Только вдумайтесь в эту цифру. А что, разве не было этого? А что, разве никто этого не знает? Да все знают. Все знают. Разве не было Холокоста? И когда президент Украины рукоплещет человека, который лично своими руками уничтожал евреев на Украине, он что, хочет сказать, что Холокоста не было? Ну разве это не отвратительно? Все средства хороши. Только бы они боролись против России. Такие люди. И все средства хороши, если используются в борьбе против России. Но я могу представить себе, что есть просто непреодолимое желание победить Россию на поле боя, добиться ее стратегического поражения. Но разве можно это делать такой ценой? Мне кажется, что это просто в высшей степени отвратительно. И очень рассчитываю на то, что не только мы здесь вот в узком кругу на Валдайском клубе будем об этом говорить, но что все-таки как-то общественные организации, те, кому не безразличны будущее человечества, все-таки сформулируют свою позицию по этому вопросу. Ясно, однозначно и с осуждением того, что произошло. Спасибо. Я видел Габар Штир там. Габар Штир, где ты видел, а сейчас потерял. А, вот. Господин президент, я этот раз не буду спрашивать о том, что будет с Одессой. Хотя у нас в Венгрии многие спрашивают, что как будут звать, называть соседнюю страну. С Одессой вы имеете в виду? Нет, нет, нет. А в прошлый раз вы спрашивали? Да, 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 что это у меня другой вопрос. Ну, да, пожалуйста, извините. Да, да. Господин президент, мы знаем, что вы интересуетесь историей. Поэтому сейчас мне хотелось бы подойти к нынешней реальности именно с этой точки зрения. И если говорить об истории, то мы знаем, какое значение для развития России имел тот факт, что Петр Великий открыл окно в Европу. Европейская часть российской идентичности. Конечно, сейчас Европа находится в упадке и делает все, чтобы Россия ее не влюбила. Но мне, европейцу, серьезно это страшно слышать, заявление о том, что некоторые европейские города надо подвергнуть атомной бомбардировке. Что сегодня Европа означает Россией? Потому что это вопрос не о том, что у нас какие проблемы о России. Что сегодня означает для России Европа? Отвернется ли Россия полностью от него? И не думаете ли, что было бы ошибкой замуровать это окно? И если уже говорим об истории, тогда еще один вопрос. Что если новые российские учебники истории вызвали в Венгрии серьезную дискуссию? Точнее, строки о 1956 году, описывающие произошедшее как своеобразную цветную революцию. Вы тоже думаете, что 1956 год не был настоящей революцией? И согласны ли вы с другим спорным комментарием в книге о том, что вывод войск из Центральной Европы в 1990-1991 годах был ошибкой? Я помню, знаю, что во Владивостоке вы говорили, что ввод танков ошибка была. Ошибка была в 1968-1956 году. Но если это ошибка была, тогда как вы думаете, что вывод войск – это тоже ошибка? Вы считаете, что это вопрос? Это повод для написания диссертации, наверное. Вы сказали, что не будете говорить про Одессу, хотя упомянули. Но я в прошлый раз воздержался. Могу сказать, что Одесса – это, конечно, русский город. Вот чуть-чуть еврейский, как мы сейчас говорим. Вот чуть-чуть. Но сейчас не будем на этот счёт рассуждать, если вы настроены поговорить на другую тему. Значит, во-первых, окно Европы. Вы знаете, сейчас вот коллеги говорили, мир меняется. И лазить всё время в окно туда-сюда, значит, штаны себе рвать – не самое лучшее занятие. И зачем лезть в окно, когда есть другие двери? Это первое. Второе. Россия, без всякого сомнения, цивилизационный код России, так же, как Европа, основан на христианстве. Это, безусловно, нас объединяет. Но мы не собираемся навязывать себя Европе, если она этого не хочет. Мы же не отказываемся. Мы его не захлопываем. Вы сказали, сожалеем мы или не сожалеем. Ну, что нам сожалеть? Это же не мы захлопываем дверь для совместного общения. Это же Европа от нас отгораживается и создаёт такой новый железный занавес. Не мы его создаём, а европейцы его создают. Себе в убыток и себе в ущерб. И вот я уже говорил, могу повторить, экономика, скажем, Соединённых Штатов, она растёт 2,4%, а экономика Европы в рецессию уходит. Уж и ушла. И некоторые деятели европейские, которые точно, совершенно не настроены положительно, дружественно как-то к нашей стране, они дают правильный диагноз. Благополучие было основано на дешёвых энергоносителях из Европы и на освоении китайского рынка. Благополучие Европы было основано на этих факторах. Ну, конечно, высокие технологии, трудолюбивые, дисциплинированный рабочий класс, талантливые люди – всё это, безусловно, так. Но есть фундаментальные факторы, от которых сама Европа отказывается. Я вот во вступительном слое говорил о суверенитете. Вы понимаете, в чём дело? Ведь суверенитет имеет многовекторные измерения. Вот мы почему всё время говорим, и я всё время говорю, что Россия не может существовать как несуверенное государство. Она просто перестанет существовать совсем. Потому что дело не только в вопросах военной и другой безопасности. Дело и в других составляющих. Вот чего с Европой произошло? Многие европейские лидеры, чтобы только не обвиняли меня в том, что я на кого-то там грубо наезжаю или что-то шельмую у кого-то. Сами европейцы, многие говорят о том, что Европа утратила суверенитет. Скажем, в экономическом локомотиве Европы, в Федеративной Республике ведущие политики уже неоднократно подчёркивали, что после 1945 года Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. К чему это приводит на практике, в том числе и в экономической жизни? Вот спровоцировали Соединённые Штаты. А я думаю, что, я даже не сомневаюсь, они спровоцировали украинский кризис, когда поддержали госпереворот на Украине в 2014 году. Они же не могли не понимать, что это красная черта. Мы тысячу раз об этом сказали. Нет, полезли. Но вот мы получили сегодняшнюю ситуацию. И я подозреваю, что не случайно им нужен был этот конфликт. Результат, утратившая давно часть, ну не полностью, но значительную часть своего суверенитета Европа, вынуждена была сразу встать в хвост своему суверену и последовать за его политикой. Перейти к политике санкций и ограничений в отношении с Россией вынуждена была, понимая, что это идёт ей во вред. И теперь все энергоносители, значительная часть этих энергоносителей, покупает из Соединённых Штатов на 30% дороже. Значит, ввели ограничения на нефть на российском. А результат какой? Это не так очевидно, как по газу, но результат тот же. Они количество поставщиков сократили, а мы в свою очередь начали покупать у сократившегося количества поставщиков нефти по более дорогим ценам. А мы продаём свою нефть в другие государства со скидкой. Понимаете, что получилось? Конкурентоспособность европейской экономики упала вниз, а конкурентоспособность их главного, на самом деле, с точки зрения экономической составляющей, конкурентов Соединённых Штатов резко возросла. И других стран, в том числе в Азии, тоже возросла. Своими руками, в результате утраты части своего суверенитета, своими руками вынуждены были пойти на принятие решений себе во вред. Но зачем нам такой партнёр? Конечно, он не бесполезный, но хочу обратить внимание на то, что мы в значительной степени уходим с угасающего европейского рынка и увеличим их своё присутствие на растущих рынках в других регионах мира, в том числе в Азии. В то же время, конечно, нас с Европой связывают многочисленные, вековые связи в области культуры, образования. Повторяю, всё это основано на христианской культуре. Но и здесь европейцы нас не очень радуют. Они уничтожают свои корни, основанные на христианской культуре. Они их просто вырывают беспощадно. Поэтому мы не собираемся ничего закрывать, ни окон, ни дверей. Но мы не собираемся ломиться туда, в Европу, если Европа этого не хочет. Хочет? Пожалуйста, мы будем работать вместе. Пожалуйста. Мне кажется, можно говорить бесконечно, но основные моменты я, на мой взгляд, отметил. Теперь по поводу учебника и цветных революций 1956 года. Я не буду скрывать, я в этой части учебник не читал. И по поводу вывода войск. Конечно, это тоже исторические факты. И тогда, в 1956 году, многие западные страны разжигали проблемы, которые имели место быть. В том числе это связано было и с ошибками тогдашнего венгерского руководства. Готовили и боевиков готовили за границей, перебрасывали их в Венгрию. Но это, на мой взгляд, всё-таки в чистом виде назвать какой-то цветной революцией сложно, потому что всё-таки был внутренний базис серьёзного протеста внутри самой страны. Это, на мой взгляд, вещь очевидная. Что касается… Да и потом, вряд ли нужно сегодняшние формулировки переносить в середину прошлого века. Что касается вывода войск, я глубоко убеждён, что нет никакого смысла с помощью войск подавлять внутренние тенденции в той или иной стране, в народе к достижению тех целей, которые он считает приоритетными для себя. Это касается и европейских стран, и восточноевропейских в том числе. Но не было никакого смысла держать там войска, если народы этих стран не хотели их видеть на своей территории. Но то, как это происходило, на каких условиях всё это происходило, каким образом… Вот это, конечно, вызывает много вопросов. Но наши войска уходили прямо в чистое поле. Многие ли знают об этом? Просто в чистое поле. С семьями. Это нормально? При этом каких бы то ни было обязательств, каких бы то ни было правовых последствий вывода этих войск, тоже они были сформулированы ни советским, ни российским руководством. Западные партнёры не взяли на себя вообще никаких обязательств. Но хотя бы вернулись к вопросу расширения или не расширения НАТО на восток. Да, было всё обещано. Американские наши партнёры не отрицают это устно. А потом нам всё обязают. А где бумажка? Нет бумажки. Ну и всё, и до свидания. Обещали? Ну, вроде как обещали. Но это ничего не стоит. Мы знаем, что и бумажка-то у них ничего не стоит. Они и бумажку-то любую готовы выбрать. Ну, хотя бы что-то зафиксировали на бумаге. И при выводе войск могли бы что-то согласовать. Согласовать вопросы обеспечивания безопасности в Европе. Добиться какой-то новой конструкции в Европе. И вот у той же немецкой социал-демократии, у господина Бара, Эггана Бара были предложения, я уже об этом как-то говорил, создать новую систему безопасности в Европе, которая включала бы и Россию, и те же Соединённые Штаты, и ту же Канаду. Но не НАТО, но вместе со всеми для Восточной и Центральной Европы. И, на мой взгляд, это бы решило многие проблемы сегодняшнего дня. А он тогда сказал, умный был дед. Точно сказал. Он говорит, иначе вы увидите, всё будет то же самое, только ближе к России. Немецкий политик, опытный, грамотный и умный человек был. Никто его не послушал. Ни советское руководство, ни тем более на Западе и в Соединённых Штатах. Ну вот мы сейчас имеем то, что он говорил. Понимаете? Поэтому вывод войск, да, держать было бессмысленно, но условия вывода, вот об этом надо было точно поговорить и добиться создания такой ситуации, которая бы, может быть, не привело бы к сегодняшним трагедиям и к сегодняшнему кризису. Так, ну, пожалуй, всё. Да, я ответил на Ваши вопросы? Если что-то подзабылось, пожалуйста. Спасибо. Если про Германию заговорили, Стефан Худ, вот там вот, по центру. Yes, my name is Стефан Худ, I'm from Germany, from the newspaper Junge Welt, and I'd like to connect to what you just said, the special military operation in Ukraine is often justified with anti-fascist motives. You said we have to free the Ukraine people from the Nazis, we have to drive them out, we have to liberate the country. So, before this background, it must seem somewhat confusing that you, on a high government level, in contact with right-wing parties, such as the Rassemblement National or the AfD, Alternative for Deutschland, parties which are deeply rooted in a racist environment, and they don't have any sympathy for the Russian people, as one can assume. And they don't have any idea or sympathy for the idea of Russia as being a multi-ethnic people, which you just stressed in your speech. So, I would like to know, what do you hope for, what does your government hope for from such contacts, and what are criteria for having contacts with parties like that? And can you understand that anti-fascists in Western Europe see that as a sort of contradiction to your politics, of your politics? The head of the AFD, Tino Chrupalla, had a contact and the official meeting with foreign minister, Sergei Lavrov, in 2020. This was a sort of an official meeting. And part of the AFD, Björn Höcke, for instance, is deeply rooted in the fascist movement in Germany. He went to demonstrations with Nazis. So, this is really confusing to anti-fascists in Germany. And it's a contradiction to their policy. We sort of recognize that as that partly. Well, Björn Höcke, for example, he's linked up with fascists. He demonstrates in Dresden regularly and during the anniversary of the anniversary of the Allied bombing, together with fascists, and he linked up with them. And this is one of the reasons why the German Secret Interior Secret Service observes this party, saying they are right-wing. Yeah. Yeah. Понятно. Значит, смотрите, вы начали с Украины и спросили меня, справедливо ли то, что мы публично заявляем, что мы стремимся к денацификации украинской политической системы. Ну вот, мы сейчас только обсуждали ситуацию, которая сложилась в Канадском парламенте, когда президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев, русских и поляков. Это разве не признак того, что на Украине сложилась система, которую мы вправе называть паранацистской? Лидер государства стоит и аплодирует нацисту, и не просто какому-то идейному последователю нацизма, а реальному нацисту, бывшему солдату СС. Это разве не признак нацификации Украины? И разве это не даёт нам право говорить о её деноцификации? Но вы можете ответить, да, это глава государства, но это же не вся страна. А я вам скажу, вы сказали о тех, кто выходит на митинги вместе с профашистскими элементами. А это разве вся партия, которая выходит на эти митинги? Наверное, нет. Всё, что про фашистское и про нацистское, нами, безусловно, осуждается. Всё, что лишено вот этих признаков, а наоборот направлено на установление качественных контактов, нами поддерживается. Вот, насколько мне известно, совершено покушение на одного из лидеров альтернативы для Германии, Федеративной Республики, вот только сейчас, в ходе предвыборной кампании. Вот это говорит о чём? О том, что представители этой партии пользуются нацистскими методами, либо эти нацистские методы используются против них. Ведь это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя, в том числе и в вашем лице, и в лице широкой общественности самой Федеративной Республики. Ну, а что касается антифашистских сил, мы всегда были с ними вместе, знаем их позицию в отношении России, мы им благодарны за эту позицию и, безусловно, её поддерживаем. Я думаю, что это всё, что направлено на возрождение, на поддержание отношений между нами, должно быть поддержано, и это, безусловно, может быть светом в конце тоннеля наших сегодняшних отношений. Спасибо. Алексей Гривач, вот там, сзади. Спасибо за возможность задать вопрос. Он такой тоже имеет исследовательский характер, и мы работаем над вопросами последних событий в газовой сфере. Вот ровно год назад, ну, чуть больше, мы все были свидетелями невероятного акта, беспрецедентного акта международного терроризма против критической инфраструктуры, трансграничной, европейской. Я имею в виду взрывы северных потоков. Вы много комментировали эту тему, в том числе эту демонстративную халатность европейских следователей и политических деятелей в оценке этой ситуации. Мы, можно сказать, видим блестящее отсутствие всякой четкой реакции осуждения этого факта со стороны руководства, например, канцлера Шольца или президента Макрона. Хотя компании этих стран, можно сказать, прямо пострадали от этих действий, так как являлись и являются акционерами, совладельцами этих активов и инвесторами этих проектов. Но при этом в последнее время появились многочисленные сливы, которые прямо или косвенно пытаются возложить вину. Якобы следствие приходит таким выводом, что за этими актами, деяниями стоят украинские товарищи. В этой связи у меня два вопроса к вам. Первый. Была ли какая-то реакция со стороны данных господ, деятелей политических, ваших европейских визави в каких-то прямых контактах, а не в официальных речах, которых не было, на мой взгляд? Или, что называется, по дипломатическим каналам. А второй вопрос. Какие могут быть и будут последствия, если так называемое европейское следствие, следственные органы европейских стран, всё-таки возложат в том или ином виде вину за эти события, действия на украинскую сторону? Первое, на что хотел бы обратить внимание, это то, что задолго до этих взрывов президент Соединённых Штатов публично сказал, что Соединённые Штаты сделают всё для того, чтобы поставки российских энергоносителей в Европу по этим трубопроводным системам были прекращены. Причём так многозначительно улыбнулся и сказал, что сейчас не буду говорить, как это будет сделано, но мы сделаем это. Первое. Второе. Разрушение этих инфраструктурных объектов, безусловно, является актом международного терроризма. Третье. Нас не допускают к расследованию, несмотря на наши предложения и многократные призывы сделать это. Далее. Результатов расследований нет и, судя по всему, не будет. И, наконец, в ответе на вопрос, кто же виноват, всегда нужно ответить на вопрос, кто заинтересован в этом. Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились. А чьими руками это уже не имеет никакого значения. Но есть и другая составляющая всей этой проблемы. Конечно, если когда-нибудь будет выявлено, кто это сделал, надо привлекать к ответственности. Это акт международного терроризма. Но сохраняется одна ветка Северного потока-2. Она не повреждена, и по ней можно поставлять 27,5 миллиардов кубических метров газа в Европу. Это только решение правительства Федеративной Республики Германии. Больше ничего не надо. Вот сегодня решение, завтра вентиль мы поворачиваем, и всё, и газ пошёл. Но они же этого не делают, потому что, как у нас говорят, Вашингтонский обком не разрешает в ущерб собственным своим интересам. Мы продолжаем поставлять газ в Европу через турецкие потоки. И, судя по всему, украинские террогруппы нацелены на то, чтобы ему нанести ущерб. Корабли наши охраняют эти трубопроводные системы, проложенные по дну Чёрного моря. Но их пытаются атаковать постоянно с помощью беспилотников, которые готовятся в том числе при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников. Мы это слышим в эфире. Вот там, где готовятся эти беспилотные полупогружённые катера, мы слышим английскую речь. Для нас это очевидный факт. Кто там в конечном итоге это делает, делайте выводы сами. Но поставки продолжаются, в том числе и через территорию Украины. Мы же транзитируем через территорию Украины и платим деньги за этот транзит. Так, на минуточку. Вот мы много… Я уже говорил об этом. Мы слышим, что мы агрессоры, что мы такие рассеки и плохие. Но деньги, судя по всему, не пахнут. Деньги-то получают на транзит с удовольствием. Кассируют это всё. Ам! И всё. Поэтому мы ведём себя открыто, транспарентно. Мы готовы к сотрудничеству. Но не хотят, не надо. Будем увеличивать количество производимого и продамаемого жиженного природного газа. Будем на другие рынки отправлять, будем строить новые трубопроводные системы туда, где наш продукт хотят видеть, где он является абсолютно конкурентоспособным и поднимает конкурентоспособность экономик тех стран, я уже об этом говорил, куда наши продукты поступают. Ну а что касается расследования, посмотрим. В конечном итоге шиловы мешки, как у нас в народе говорят, не утаить. В конечном итоге всё-таки будет ясно, кто это сделал. Владимир Владимирович, вот Вы сами упомянули по поводу транзита через Украину. Вот у нас часть общественности недоумевает. А мы зачем это делаем? И вот эти деньги, чтобы они АМ, мы им зачем платим? Мы деньги платим, потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем свои контрактные обязательства перед нашими контрагентами в Европе. Но это же укрепляет обороноспособность нашего противника. Но это укрепляет и наше финансовое состояние. Мы же деньги за это получаем. Понятно. Спасибо. Так, Мухаммед Иксанов, давно че-нибудь. Спасибо. Спасибо большое. В самом деле, я благодарен, и это огромная возможность для нас услышать от вас, мистер Путин. И я буду ставить внимание на Моя Востоке, в стране Украины, и на общественную справедливость, и на общественную систему. Я пришел из Ираки, и в ближайшее время будет встреча от Ираки премьер-министраа в Москву. И я думаю, что вы будете встретить его лично. И вы знаете, что сейчас есть много проблем между Эрбил и КРГ. И, в то же время, вы имеете в виду Роснафт, Газапром. They invested huge amount of money in Iraq, in general, and in Kurdistan. I do think there is a chance that you can help both sides to negotiate more, peacefully to sort out the dispute between both sides, and to be helpful more, because other parties in the area, they want to put more oil on the conflict to make it more complicated, I think. And the other issue, I want to highlight it for you, is now we are about to, by the end of 2023, you don't think it's the correct time for your personal help for all parties in Syria, including the government side, the Kurdish side, regional powers, and all regional powers there, to make an end for that conflict, because thousands of Syrians have been away, humiliated in other parts of the world, and there is no peaceful solution and no vision. And I think no one except you, because most parties of the conflict, they respect Russia, they respect President Putin, and you have very good relation with them. I think it's the correct time to not intervene, to mediate between or among all of them. Thank you so much again. Вы сейчас сказали, что нас даже стороны конфликта в некоторых государствах Ближнего Востока, в том числе в Сирии, уважают, относятся к нам с уважением. Могу вам сказать, это потому, что мы сами с уважением относимся ко всем. И мы, что касается Сирии, являемся сторонниками мирного процесса, в том числе и под эгидой Организации Объединённых Наций. Но мы не можем подменить с собой договаривающиеся стороны. Мы можем только создать условия, и в известной степени, если это будет приемлемо для всех, выступить гарантами этих договорённостей. В том числе при участии наших непосредственных партнёров по этому процессу, имею в виду Иран и Турцию, в рамках астанинского процесса. Мы это делали, всё это имело положительные последствия, и сейчас всё, что достигнуто, а достигнуто, слава Богу, немало, имея в виду, прежде всего, прекращение огня, и создано условия для мирного процесса. Это всё было сделано нами и нашими партнёрами при доброй воле руководства Сирии. Но, конечно, нужно ещё немало сделать. Мне кажется, что вмешательство извне и попытка создать какие-то квази-государственные объединения на территории Сирии, они ни к чему хорошему не приводят. И вытеснение арабских племён, которые традиционно проживали на определённых территориях, с целью создания этих квази-государственных образований – это тяжёлая история, которая может привести к затягиванию конфликта. Но мы, тем не менее, готовы всячески способствовать увеличению уровня доверия, в том числе между центральными властями Сирии и курдами, проживающими на востоке страны. Это сложный процесс. И здесь, знаете, я стараюсь быть очень аккуратным, потому что каждое слово имеет значение. Это первое. А второе, что касается Ирака, у нас очень добрые отношения с Ираком. И мы приветствуем визит премьер-министра Ирака в Россию. И действительно много вопросов, которые представляют взаимный интерес. И, конечно, прежде всего они лежат в сфере энергетики. Но есть ещё один вопрос, очень важный в экономической сфере – это логистика. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но мы знаем, что существует несколько вариантов развития логистических транспортных направлений по территории Ирака. В целом они все нас устраивают. Надо только выбрать наиболее оптимальные проекты. Мы готовы принять участие в их реализации. Господин премьер-министр приедет, и мы с удовольствием обсудим все эти вопросы, в том числе и касающиеся региональной безопасности и безопасности внутри самого Ирака. Мы на протяжении многих-многих десятилетий поддерживали самые близкие, тесные и доверительные отношения с Ираком. У нас там очень много друзей, и мы хотим и стремимся к тому, чтобы в стране наступила ситуация стабильности, и на основе этой стабильности развивалась экономика и социальная сфера. Мы ждём приезда господина премьера-министра. Я уверен, что этот визит будет очень продуктивным и является своевременным. Спасибо. Тайсу Киабиру, пожалуйста, вот здесь. Спасибо. Тайсу Киабиру, фонд ПИС Сосакова, Япония. Последний раз мне дали возможность задавать вопрос, это в 2018 году, 5 лет назад. Но после начала войны в Украине Япония участвовала в санкции против России. Россия объявила при остановке переговоров о заключении мирного договора между двумя странами, о результате чего я понял, российское отношение заслужило тупик. Я лично, в ближайшее время, я не вижу хорошей перспективы улучшения ситуации. Тем не менее, Россия и Япония – сосед. Я считаю, что необходимо всегда держать окно, диалог, открытие. В этом смысле я считаю, что давно на старое время возобновлять диалог между нашими странами на уровне, по крайней мере, тракции, то есть на уровне экспертами. Ну, я считаю, что Япония выступит. Если Япония выступит с такой инициативой, господин президенту поддерживать эту инициативу. Спасибо. – Сегодня оконные проёмы популярны, заметили? – Да, ладно. Я плотник четвёртого разреза, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. – Расширять умеете? – Расширим, если потребуется. Если соответствует нашим национальным интересам, поработаем над этим. Значит, по поводу Японии. Вы сказали, что вы задавали вопрос в 2018 году, а вот после начала боевых действий на Украине всё там изменилось. Боевые действия на Украине начались не после 2018 года, а в 2014 году. Но просто в Японии предпочитали этого не замечать. А более острая фаза началась действительно в 2022 году. Но сами боевые действия начались в 2014 году при бомбардировках и атаках бронетехники на Донбасс. Вот всё, с чего началось. Я сказал об этом, выступая здесь в своём вступительном слове. Теперь по поводу наших отношений. Но не мы же ввели санкции против Японии. Не мы захлопнули вот это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония. Мы-то ничего и не делали. Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете, что возможным, чтобы японская сторона как-то проявила какую-то инициативу, это всегда неплохо, когда есть какой-то диалог. Вы меня спросили, готовы ли мы на это ответить? Готовы, если будет такая инициатива со стороны, той стороны, которую эти двери закрыли или окном? Ну, если вы считаете, пришло время приоткрыть эту форточку, так? Ну, пожалуйста. Мы же никогда и не говорили, что мы против. Сделайте это. Александр Ракович. Дорогий президент, я историю из Белграды, Сербия. Это мой привилег, чтобы быть здесь и увидеть вас, и поговорить с вами. Дорогий президент, я принял два книги. Спасибо большое. я обязательно возьму книги благодарю вас на что касается того является россия и сербия целью для некоторых кругов на западе ну да это факт ну а что же здесь здесь не нужны доказательств никаких особых это просто факт почему сербия является такой целью я вам честно сказать я не понимаю вот так же как россия в начале 90-х годов ну готова была как бы но на все чтобы выстроить после развала советского союза полагая что времена кардинальным образом поменялись пойти фактически любые жертвы для того чтобы выстроить свои отношения с западными странами чего мы получили поддержку сепаратизма и терроризм на кавказе прямую причем и политическую и информационную и финансовую и даже военную ну просто найти же в это время был сначала директором фсб с удивлением смотрел на то что происходит думаю зачем мы же вроде как теперь все вместе зачем они это делать но они же вы делали не стесняясь ответ ответа нет честно говоря даже до сих пор я полагаю что это какую-то ну просто отсутствие образования что ли не понимание непонимания тенденции непонимания того как мир устроен как россия устроена к чему это может привести просто желание силы и силы додавить 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 ничего кроме силы ведь санкции тоже сила только в другой форме полное желание поиска каких-то компромиссов а вот это вот эти окрики о которых я говорил вы должны мы обязаны вас предупреждаем что же сила попытка использовать элемент силы это что же самое вот все в этом заключается и в отношении югославии и сербии сначала югославии потом серб зачем сербе же тоже вроде ко всему была готова во всем хотела договориться нет надо додавливать додавливать я на эти многократно слышал надо давить это слабое звено надо давить философии вот вот такая философия закончилась почему именно сербов надо было ей это честно говоря не знаю даже более того когда какие-то откровенные разговоры были у меня были еще нормальные отношения с некоторыми лидерами когда мне говорили надо вот додавить игра а зачем ответа нет просто так философия такая Сложилась вот парадигма. Надо решать вот так, додавить. Но сербы не тот народ. История не та, культура не та. Вы знаете, скажу, может быть, такую тяжёлую вещь. Уничтожить можно, додавить и подчинить сербов нельзя. Тоже не понимают этого. Но надеюсь, что рано или поздно придёт и понимание этой составляющей, и европейской политики, и вообще в целом мировой, придёт понимание того, что всё-таки более конструктивно договариваться, а не пытаться додавить. Thank you very much for your remarks. It's been very informative. I'm Arvind Gupta, Vivekananda International Foundation, New Delhi. And thank you very much for positive remarks about India. My question to you is about the G20. The G20 declaration finally came out, and I think everybody appreciated that. And the G20 also has a certain reference to one Earth, one family, and one future, which I think ties up with the civilizational approach that you have been talking about. Just like Russia, your Russian civilization, and you are promoting a Russian civilizational approach, I think India is also calling itself or describing itself as a civilizational state. So I think there is a need for a greater dialogue between the civilisations, and instead of going through the route of a clash of civilisations, which was very popular once upon a time in the Western world. But I think when an initiative comes from leaders like you and Prime Minister Modi, so this will help generate a dialogue amongst the civilisations, which will be positive, and which might help in fleshing out the principles of international relations that you talked about. So my question to you is, what do you think of the G20 declaration, and what is your view about the future of G20? Thank you. G20. I would like to confirm what you said in the Indian civilization, Russian civilization. Именно об этом я и говорил в своём вступительном слое. Индия, безусловно, древнейшая мировая цивилизация. Мощная, огромная и с огромным потенциалом. Россия тоже отдельная цивилизация. Смотрите, у нас свыше 190 народов, национальностей, этносов в России проживают, более 270 языков и наречий. Ну, конечно, разве это не цивилизация? И Индия – многокрофессиональная, многонациональная страна, огромная просто. И нам между всеми цивилизациями, это не единственные мировые цивилизации, надо наладить диалог, баланс интересов и механизмы соблюдения этого баланса. Что касается работы «двадцатки», то, безусловно, это успех индийского руководства и лично премьер-министра господина Моди. Это успех, и индийское руководство смогло найти и добиться этого баланса, в том числе и в декларации. Замкнутые какие-то объединения, они не имеют большой перспективы, и баланс-то меняется. В чём, мне кажется, успех «двадцатки» в Индии? В том, что всё-таки премьер-министру удалось деполитизировать решения, которые принимались на «двадцатке». И это единственный правильный подход, потому что «двадцатка» и создавалась когда-то, как площадка для обсуждения экономических, а не политических вопросов. И политизация «двадцатки» – просто верный путь к её самоликвидации. А индийскому руководству удалось этого избежать, и это, безусловно, успех. Ну, а что касается того, что замкнутые какие-то объединения, они ущербны, то эта тезис, мне кажется, трудно опровергнуть, потому что соотношение сил меняется. Вот смотрите, совсем ещё недавно все там с содроганием смотрели, а что же будет по результатам встречи «семёрки». Собираются как бы крупнейшие экономики мира. Что они там сейчас нарешают, какие последствия будут для мировой экономики. Ну вот БРИКС даже до расширения, экономика стран БРИКС составляла более 51% мирового ВВП. Соответственно, экономика «семёрки» была меньше 51%. А сейчас, после принятия дополнительных членов организации БРИКС, объём экономики стран-членов БРИКС стал ещё больше, чем членов «семёрки». Поэтому очень важно реальное соотношение сил и потенциалов. В этом смысле открытые площадки всегда лучше, всегда перспективнее, всегда более ценны, потому что они создают условия для поиска компромиссов и взаимоприемлемых решений. Но если говорить о результатах БРИКС, о результатах работы «двадцатки», ещё раз хочу повторить, и на этом хотел бы ответ на ваш вопрос закончить. Это, безусловно, успех премьер-министра МОДИ. Владимир Владимирович, а вы вот на БРИКС не ездили, на «двадцатку» тоже не ездили. Вы не чувствуете себя немножко лишенцем, что вот нет возможности везде поехать, куда хочется? Лишенцами называли тех, кто решил, был лишён в первые годы советской власти каких-то социальных выплат. Нам социальные выплаты не нужны. Мы самодостаточное государство, и идём по этому пути. Там ещё гражданских прав решали некоторых? Ну да, решали. Значит, а мы отстаиваем свои права и уверен, мы их обеспечим. Это первое. Второе. Ну, зачем мне создавать какие-то проблемы для наших друзей при проведении этих мероприятий? Я же, и мы с вами взрослые люди, понимаем, да? Я приехал, там начнутся политические выпады, значит, шоу политические, так, всё это будет направлено на то, чтобы сорвать мероприятия. А зачем? Мы, во-первых, заинтересованы в том, чтобы БРИКС прошёл нормально, слаженно и с результатами, двадцатка прошла на нужном уровне. Всё это так и состоялось, и нас это вполне устраивает. Ну и, наконец, третье, всё-таки и дома дел достаточно. То есть вы на президента ЮАР не обиделись? Ну что вы, это наш друг. А он на вас? Ну это за что? Нет, мы с ним договорились же. Он приезжал, дважды приезжал в Россию, мы с ним встречались, долго беседовали. Никаких проблем нет. Я считаю, что БРИКС провёл блестяще. Честно говоря, даже не ожидал от него такого дипломатического искусства. Потому что если вы следили за тем, как шла дискуссия, ведь было непросто решить вопрос по расширению БРИКС, а он это сделал. Он так вежливо, тактично, многократно возвращался к одной и той же теме, и раз, и два, и три. И, наконец, консенсус удалось достичь. Это результат положительный. Мы его приветствуем. В следующем году вы будете на его месте? Вы уже знаете, кого принимать будем? В следующий год, да, мы председательствуем в БРИКСе. И, конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы принять эстафетную палочку от Южной Африки. Мы впервые будем проводить саммит с участием новых членов организации. 200 мероприятий мы запланировали в рамках БРИКС. За год будет, уверен, проведена очень большая позитивная работа по укреплению организации, которая становится всё более и более авторитетной, мощной. И это, безусловно, пойдёт на пользу и членам организации, да, и всему международному сообществу. Она и зарождалась-то в России, БРИКС. Я напомню, как это было. Сначала мы предложили собраться втроём, Россия, Индия, Китай, договорились о том, что будем собираться на регулярной основе. Так возник РИК, Россия, Индия, Китай. Потом Бразилия изъявила желание и готовность присоединиться к этим дискуссиям. БРИКС получился. А потом Южная Африка, Саус-Африка. И получился БРИКС. А сейчас мы подошли к расширению и расширили количество членов организации. На мой взгляд, это очень важно. Это свидетельствует о росте авторитета и желании. Что самое главное? Желание присоединиться к такому формату, который никого ни к чему не обязывает, никому ничего не навязывает, а просто создаёт условия для поиска компромиссов и решения тех вопросов, в решении которых заинтересованы все страны-участницы. Мы этому рады, считаем, что это позитивный процесс. Алжир возьмём. Алжир – наш друг, безусловно, традиционный друг в арабском мире, на севере Африки. Мы считаем, что это пошло бы на пользу организации. Но мы, безусловно, должны проработать эти вопросы со всеми нашими друзьями в Рампах БРИКС, в контакте с самим алжирским руководством, сделать это спокойно, не создавая для организации проблем, а создавая только дополнительные пути для общего развития. Спасибо. Дайан Джейтилека, вот здесь. Спасибо. Спасибо, Mr. President. I'm Dayan Джейтилека, I'm ambassador of Sri Lanka to the Russian Federation. The Western bloc has decided to equip Ukraine with long-range missiles with cluster munitions, warheads, which can strike targets fairly deep in Russia. And it has also decided to supply F-16 strike aircraft. So it is obvious that you're facing a war conducted by imperialism, a proxy war, and that proxy has, as you have pointed out, Nazi elements as well. Historically, Mr. President, imperialism has been fought on the battlefield by the Chinese communists, the North Korean communists, and the Vietnamese communists, who actually prevailed over the United States. And as far as imperialism goes, the best writing, the most famous critiques have been done by the leader of the Russian communist tradition, Lenin. So my question is this. In the face of this challenge, this threat, from these forces, is it perhaps not the right time to reassess 1917, because the Chinese, the Vietnamese, the North Koreans, they're all children of 1917, who fought and defeated imperialism. Is it not the right time to reassess 1917 and perhaps have the same relationship with it that the United States has with its revolution of 1776, France with 1789 and the French revolution, and the Chinese with 1949 and the Chinese revolution. This is my question, Mr. President. Thank you. Please sayicks sí to yo. Per I'll be listening to the microphone. Please dip down the microphone. Per as long as it is necessary? And who can we look forward? Besides, the question starts starting from 1917. The other problem is right. If I understand correctly, a colleague asked if it's, can we look forward in anë second way, позитивную отношение к революции коммунистам и вот тому периоду нашей истории пересмотреть именно отношения периоду нашего истории нашей истории 2000 1917 года 17 и далее я извините если я трактую но зачем тавать когда есть автор это вопрос если я мигаррифая very briefly what I'm saying is since you are being attacked by imperialism and elements of fascism and since in history those are fought and defeated by communists in China North Korea and Vietnam and since the best text about imperialism was written by Lenin is it the right time to perhaps be less critical about 1917 and restore it to a historical status like the French Revolution the American Revolution and the Chinese Revolution меньше критиковать события тех лет в том числе и в самой России я так понимаю да вы правы правы в том смысле что нужно меньше заниматься критиканством а больше заниматься таким глубоким в данном случае даже научным анализом реалии которые происходили в то время которые происходят сейчас да вы правы единственное что это нужно давать такие глубокие оценки в том числе оценки связанные с идеологизацией этого сейчас я буду говорить собственное мнение собственное мнение каждый здесь присутствующих может поспорить с ним нужно давать и правильные оценки идеологизации межгосударственных отношений и геополитических интересов кроме отношений между классами отношений в в рамках так называемой классовой борьбы мы не придавали значения и даже после событий 1991 года после развала советского союза мы еще находились парадигме классовых отношений и идеологических отношений и не замечали что есть чисто геополитические интересы вот на отношении с китайской народной республики запада был момент когда пытались и не безуспешно стравливать китай и и советский союз и россию то что китай был сам слабый не страшно теперь когда китай начал расти его под руководством той же компартии и сегодня председали си дзиньпиня мощь возрастает чуть ли не каждый день ну все теперь уже идет возврат к и тогда когда пытались его использовать китай тогда забыли про все идеологические разногласия а сейчас опять их возрождают но по сути ты в основе своей в основе политики сша в отношении китая страхи геополитического характера мощь растущая мощь китая вот что пугает а не то что там какие-то на права человека нарушаются или права национальных меньшинств разве это кого-то беспокоит реально нет это только инструмент борьбы с китаем вот и все то же самое в отношении россии а в целом глобально ну да нужно давать такие общие общие более глубокие оценки и во всяком случае с вами соглашусь том что огульно там все выбрасывать на свалку истории все что происходило под руководством коммунистических партий того времени о котором вы сказали конечно огульно все это мазать одной краской это нецелесообразно и даже вред даже вредно вот в этом смысле я с вами согласен ну раз про китайцы говорили так что нлюган вот зенкин的总统先生我来自中国的新华社研究院在本次二代年会上 有专门讨论金砖机制的论坛给人一起发美西方全面升级对俄制裁以后 全球南方国家提出拒绝与西方起舞表现出战略自主 在八月举行的金砖峰会上有六个国家加入了金砖合作机制 您认为在推动南方国家合作方面的重点是什么 中俄都是新兴发展中国家可携手发挥什么样的作用 此外 俄罗斯在应对美西方持续的制裁方面将会有什么样的举措 中国人民的新华社会合作出席 国家的新华社会合作出席 非常 inspirational 我们也看到后约翰和一些 Western countries escalated sanctions against Russia Global South did not follow suit and showed strategic independence 在 the BRICS Summit this August six countries became new members of BRICS which means Global South stands at a new historic point of cooperation Уже сегодня сотрудничество России и Китайской Народной Республики, безусловно, является очень важным, стабилизирующим международную жизнь фактором. Это первое. Второе. Для того, чтобы это влияние росло, прежде всего нужно обратить внимание на сохранение темпов нашего экономического роста. Вот я уже сказал, в этом году в России экономический рост, не помню, говорил я или нет, но говорил о некоторых аспектах, если сказал, то повторю, но экономический рост в этом году будет где-то 2,8%, а может быть и 3%, поближе к 3%. Говорю это очень аккуратно, но поближе к 3%. И для нашей экономики, для той структуры, которую имеет Россия экономическая, это хороший результат. Мы полностью преодолели спад прошлого года и набираем темп. В Китае рост, насколько мне известно, составит уже 6,4%. Это очень хороший показатель. Кто бы и чего бы не говорил по поводу снижения темпов роста китайской экономики, всё это болтовня и досужие разговоры, потому что Китай обеспечивает эти высокие темпы и на самом деле является одним из ведущих локомотивов мировой экономики. То же самое происходит в Индии, там рост ещё больше, там 7,6%, по-моему. Поэтому вот страны глобального юга, они набирают обороты, и наша задача – обеспечить это лидерство. Это первое. Второе – в области безопасности. Мы видим, что происходит в Европе, мы видим, что одним из способов провокации и создания кризиса на Украине было неуёмное стремление западных стран, прежде всего Соединённых Штатов, расширить НАТО к границам Российской Федерации. Но то же самое они делают и на Востоке, создавая различные замкнутые военные группировки. Это – они наступают там на те же самые грабли, что и в Европе наступали. Поэтому нам важно своевременно на это реагировать. Мы будем расширять наше взаимодействие и в сфере безопасности. При этом мы не создаём никаких блоков против кого бы то ни было, но вынуждены реагировать на то, что происходит вокруг наших государств. Ну и, наконец, мы, безусловно, будем реализовывать те планы инфраструктурного развития, которые связаны и со строительством Большой Евразии, Евразийского экономического союза, и планов наших китайских друзей по развитию идеи председателя Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». Я уже об этом говорил, считаю, что это очень перспективно. Ну и, наконец, у нас очень много сотрудничества намечено в гуманитарных сферах, в сфере культуры, студенческих обменов, спорта. Это чрезвычайно важно для государства-соседей. Мы реализуем достаточно крупные инфраструктурные проекты уже в двустороннем плане и будем это делать дальше. Надеюсь, мы всё это обсудим в ближайшее время в ходе нашей встречи с председателем Си Цзиньпинем в рамках форума, который председатель проводит в Пекине в октябре этого года. Так, Михаил Ростовский там вот что-нибудь. Владимир Владимирович, вступление Украины в НАТО для России категорически неприемлемо. Но, насколько я помню, ваше прошлое выступление по поводу вступления Украины в Европейский Союз вы были настроены гораздо менее негативно. Не изменилась ли ваша точка зрения за прошедший год? Будет ли Россия возражать против вступления Украины в Европейский Союз? И считаете ли вы, в принципе, возможным такое вступление? – Мы никогда не возражали и не высказывали какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в Европейское экономическое сообщество. Никогда. Что касается НАТО, да, мы всегда были против, и эта позиция имеет под собой определённые серьёзные основания, поскольку расширение НАТО к нашим границам непосредственно угрожает нашей безопасности. Это серьёзнейший вызов для безопасности Российской Федерации. Это же не только политический блок, это военно-политический блок. И приближение инфраструктуры несёт для нас серьёзную угрозу. А что касается экономического взаимодействия любой страны, экономических союзов, мы не видим для себя никакой военной угрозы, поэтому не считаем себя вправе даже обсуждать эту тему. Это дело самой Украины и европейских государств. В своё время президент Янукович, кстати говоря, не отказываясь от ассоциации с Евросоюзом, сказал, что нужно дополнительно просто проработать эти вопросы, потому что считает, что условие договора о создании этой ассоциации с Евросоюзом несёт определённые серьёзные угрозы для украинской экономики. И на самом деле, если почитать, что там написано было, то он был абсолютно прав. Там открытие границ, создание абсолютно неприемлемых условий для функционирования украинской экономики, украинского реального сектора экономики. Ну, товары-то более конкурентоспособны европейски. Раскрытие украинского рынка для этих товаров было чрезвычайно губительно для реального сектора экономики самой Украины. Втягивание в энергетические структуры Евросоюза тоже лишало Украину определённых преимуществ. Поэтому, если проанализировать только, просто проанализировать объективно, ну, прав было Янукович, а этим воспользовались как поводом для госпереворота. Чушь какая-то, просто я не знаю, просто повод, не знаю, преступление настоящее. А сегодня это уже не актуально, потому что так, по большому счёту, украинская экономика без внешней подписи существовать тоже не может. Сегодня уже всё по-другому. Сегодня, смотрите, там всё сбалансировано в целом, внешне. И бюджет сбалансирован на Украине, макроэкономические показатели более-менее вырваны. Ну, за счёт чего? За счёт ежемесячных многомиллиардных вливаний. Где-то 4-5 миллиардов ежемесячно по разным каналам – это кредиты, всякие там, гранты и так далее – поступают на Украину. Стоит только это прекратить. Всё, через неделю всё ляжет. Всё. То же самое касается системы обороны. Ну, представьте себе, поставки прекратятся завтра? Жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы. Да они и на Западе откончаются. Я же уже говорил, США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра, а украинские войска в день тратят до 5 тысяч, а там в месяц производят 14. Ну, понимаете, о чём речь? Да, пытаются увеличить производство до 75-ти к концу следующего года, но это ещё надо дожить до конца следующего года. И в Европе примерно такая же ситуация. Они же сами говорят. Они сказали, что мы всё поставили, всю бронетехнику, боеприпасы, мы всё сделали для Украины. Они же сами сказали, это же не я придумал, публично заявили, мы всё для этого сделали. Теперь дело за Украиной. Пусть они контрнаступают. А потом в куларх добавляют любой ценой. Поверьте мне, я знаю, о чём говорю. Вот они и делают это, пытаются делать любой ценой. Вот это вопрос демилитаризации Украины. Она пытается сейчас что-то ещё производить, но уже мало чего получается. Даже эти беспилотные аппараты и летательные, которые по морю придвигаются, всё происходит с помощью западных советников и посредников. Евросоюз готов такую экономику принять в свой состав, флаг в руки и вперёд. Для того, чтобы поддержать жизнеспособность населения, которая уже сократилась с 31 или с начала постсоветского периода, с 41 миллиона до 19,5, а может быть и того уже нет, но всё равно 19 миллионов надо прокормить. Это непростое дело. Европейские страны готовы взять такую экономику к себе? Ну, пускай берут. Мы никогда не были против. И до обострения этого кризиса, и сейчас не против. Но я уже говорил, что происходит внутри самой европейской экономики. Это было бы очень благородно с их стороны взять ещё и экономику Украины в сегодняшнем её состоянии. Там же существуют определённые фонды, определённые процедуры выравнивания уровня экономического развития. Ну, я не знаю, да, сколько. Вот сейчас коллега из Венгрии выступал. Сколько там сейчас Венгрия получает из этих фондов? Ну, ничего не получит, конечно, потому что всё уйдёт в Украину, да и не хватит ничего. Никто ничего не будет получать. Никто. Значит, если уровень благосостояния понизился на полтора процента за последние пару лет, то он упадёт вообще не только до нуля, а в минус уйдёт. Тем не менее, я не хочу иронизировать, не хочу ничего нагнетать. Просто это реалии такие. Но если это состоится, мы не считаем себя вправе как-то противодействовать этому и даже негативно высказываться на этот счёт. Владимир Владимирович, а разве есть вообще грань ещё осталась между НАТО и ЕС? Это в одни и те же страны же. Ну, я считаю, что всё-таки ЕС – это не военный блок. Да и зачем им это всё переносить всё на площадку ЕС, если есть НАТО, как вы сказали, это одни и те же страны? Они в рамках этой организации принимают соответствующие решения. НАТО, на самом деле, это прежде всего инструмент внешней политики США. Вот они спровоцировали конфликт доострой фазы на Украине, объединили вокруг себя своих союзников и сателлитов, на самом деле. Потребовали от них принять меры в борьбе с Россией. Тебя пошли на принятие этих мер. И сразу Соединённые Штаты воспользовались этой ситуацией в экономической сфере. Навязали свои дорогие энергоносители, приняли у себя решения, связанные с повышением привлекательности своей экономики и своих рынков. И чего? Это же факт. Многие промышленные предприятия Европы и Германии принимают решение переехать в США. Вот конечный результат всей этой цепочки. Я же знаю и уверен, это же многим не нравится в той же Европе. Все же это и видят, и понимают. Но сделать ничего не могут. Да и элиты сегодняшние, европейские, судя по всему, не готовы бороться за свои интересы. Просто не могут, не готовы. Зависимость очень большая в сфере экономики. Отчасти их это понять-то даже можно. Поэтому я уверен, постепенно всё будет выравниваться. Те же Штаты, на мой взгляд, совершают колоссальную стратегическую ошибку. Просто колоссальную. Я же говорил на публичных мероприятиях разного рода. Вот они давят своих союзников. А потом возникают вот такие вопросы, как от коллеги из Германии. А вот АФД поднимает городу, альтернатива для Германии. Так, конечно, и будут поднимать, потому что никто из правящего класса не борется за интересы Германии. Вот почему это происходит. Вам что, это непонятно, что ли? Это же очевидная вещь. Так что посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Украинцы хотят вступить в ЕС. Пусть вступают. Европейцы готовы их принять? Пусть принимают. Тут позавчера был как раз День германского единства. Я прочитал в какой-то газете, что там была большая проблема. На мероприятие пришёл Герхард Шрёдер, и все действующие политики решали задачу, как не оказаться рядом с ним, потому что он ваш друг. У вас друзья остались ещё в Германии, кстати? Вы знаете, дело не в том, остались ли у меня друзья в Германии. Хотя у меня там есть друзья, и количество их растёт, как мне покажется странно. За счёт тех, о ком говорит Штефан, нет? Неважно. А прежде всего за счёт тех, которые преследуют интересы своего собственного народа и не хотят обслуживать чужие интересы. Что касается Шрёдера, то Германия должна гордиться такими людьми, как он. Он настоящий сын своего народа. Он прежде всего думает об интересах немецкого народа. Я вас уверяю, при каждом решении всегда он прежде всего в угловой угла, при обсуждении любого вопроса, который мы с ним обсуждали, стоял вопрос интереса немецкой экономики и немецкого государства. А сегодня что происходит? Говорят, это мы с ним строили Северный поток-1, и практически Северный поток-2 начали. С ним это начали делать. Вот взорвали эти инфраструктурные системы. И где теперь экономика Германии? Где она? Так что вот те, кто от него стараются сесть подальше, подумали бы на тему о том, что он сделал для интересов своего народа, и что они делают сегодня. И каков результат? Так. Рахим, да, Шагбаев. Добрый вечер. Здесь на Кубе Валдай. Извините, меня что удивляет? Честно вам скажу, меня удивляет, что такие люди, такие политики в Европе вообще ещё есть, что они вообще сохранились. Вот это удивляет. Это вот я вам искренне говорю. Потому что генерация людей, которые в состоянии защищать национальные интересы, по-моему, просто самоликвидировала её. Куда-то растворилась. Добрый вечер. Здесь на Кубе Валдай было очень много дискуссий, которые констатировали несовершенство и несправедливость устройства мировой валютно-экономической системы, мировой финансов, мировой экономики. И большие надежды многие эксперты вылагали на БРИКС+. Не могли бы вы поделиться вашим видением желаемого, а самое главное, возможного устройства мировой валютно-экономической системы? И какие дискуссии идут у вас внутри БРИКС и по поводу единой валюты? Спасибо. Что касается мировой финансовой системы, то она, конечно, не является идеальной, сбалансированной и отвечающей интересам подавляющего большинства участников международного общения. Но вот смотрите, я уже говорил об этом. Повторю ещё раз. На саммите «Россия-Африка» коллеги сказали о том, что наши африканские друзья упомянули о том, что кредитное бремя африканских государствам свыше триллиона долларов такое, что выплатить эти долги не представляется никакой возможности. Это просто не будет сделано никогда. Ну что же это за система международных финансовых отношений, которая породила такое состояние? Это же контрибуция какая-то, это же не кредиты, это уже выходит за рамки нормальных экономически-финансовых отношений. А современная финансовая система породила такое состояние, довела до этого состояния. Поэтому я тогда в шутку сказал, что долги платят только трусы, но это предупредил, что это шутка. Но ведь это ненормально, когда такая ситуация создаётся. И, безусловно, нужно что-то менять. Эта британ-вудская система, она когда-то была создана на основе доллара и так далее. Но всё это постепенно рушится. Рушится, ведь валюта – это производная от мощи экономики страны, которая имитирует эту валюту. Доля американской экономики в мировом ВВП сокращается. Это тоже очевидная вещь, это статистические данные. Доля стран БРИКС, я тоже об этом говорил, она по паритету покупательной способности в отношении доли стран «семёрки» увеличивается. И увеличивается, особенно после принятия новых членов в состав организации. Это серьёзное значение уже, разница достаточно серьёзная. Да, экономика Соединённых Штатов, еврозоны, она основана на современных технологиях, доходы на душу населения гораздо выше, чем в развивающихся экономиках. Но тенденция-то какая? Там в рецессию и в минус всё уходит. А в странах БРИКС вот такой рост. Даже после ударов по российской экономике, и, видимо, они были рассчитаны на то, что страна просто развалится, экономика развалится, и страна, Россия развалится. Мы не только преодолели все трудности прошлого года, но и в плюс ушли под 3% рост экономики, безработица 3%. Долги сокращаются. Мы существенным образом сократили внешнюю задолженность. Все наши компании обслуживают все свои долговые обязательства. Да, у нас есть проблемы, мы их видим. Невозврат выручки, ослабление валюты национальной. Мы это видим. И Центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные, и будут результаты хорошие. Но что касается БРИКС, то нам сейчас нужно не единую валюту создавать, а нам нужно наладить систему расчётов, создавать финансовую логистику с тем, чтобы обеспечить расчёты между нашими государствами. Переходить на расчёты в национальных валютах, при этом понимая, что происходит с нашими национальными валютами. Макроэкономические показатели наших экономик, иметь в виду при этом. Курсовые разницы, инфляционные процессы. Непростая ситуация, но она решаемая. Над этим надо работать. Вот мы вчера с нашими экспертами обсуждали этот вопрос, в том числе и возможность создания единой валюты БРИКС. Ну, теоретически, да, наверное, это возможно. Но вот для того, чтобы к этому когда-то подойти, нужно добиться определённого паритета в развитии экономик наших стран. Ну, это очень дальняя перспектива. В своё время, как мне коллеги сказали, еврозона пришла к евро, к единой валюте, не подумав о том, как она будет работать в отношении стран с разным уровнем экономического развития. И возникли проблемы. Зачем нам наступать на те же самые грабли? Это просто такой вопрос даже не стоит в повестке дня. Но работать над совершенствованием всей системы финансовых и мировых финансов и финансовых отношений в рамках БРИКС мы, конечно, должны и будем этим заниматься. Владимир Владимирович, мы три часа уже работаем. Не надоели мы вам ещё? Ну, как я могу так сказать? Понятно. Правильный ответ. Ну, пока пора заканчивать, наверное, потихонечку. Хорошо, скоро закончим. Так, госпожа Деголь. Продолжение следует. Как вы знаете, украинство и партнерсия между Францией и Россией были один из пилеров моего рода. И я хочу революбить и революбить Францией моего рода. Францией сделан из основных целей, как вероятность, как патриотизм, как семья. И это, как правило, на самом деле, вероятность, что украинство в мире occidentales. Я верю, что эти основные ценности основные ценности для строительства и понимания между людьми. И потому что, я думаю, что конфликт в Украине является идеологический конфликт, что это даже конфликт с цивилизацией. Потому что, на одной стороне, у нас есть мир occidental, который потерял свою душу, который потерял все для эго, для счастья, для счастья и счастья, и для счастья. И историю показала, что эти цивилизации не могут survive. На другой стороне, у нас есть мир мультиполар, led by Россия, China, Индия, Африки, Аравии и Америки. Эти народы, эти народы, они готовы бороться за свои свои традиционные ценности и основные ценности. Для меня, мистер президент, этот конфликт идеологический. И поэтому, я думаю, что он останется и увеличится. Какая ваша view на это? Во-первых, я хочу сказать, что для нас большая честь принимать в России внука генерала Деголя. Мы как-то с действующим президентом так вскользко касались некоторых вопросов. И я сказал, здесь могу повториться, секрета нет. Не хочу давать никаких исторических оценок. Все было очень сложно. Но для нас в России, несмотря на разницу в воинском звании, героем является не маршал Петтен, а генерал Деголь. Потому что он олицетворял Францию и её стремление к свободе, к независимости и к достойности. И герои-лётчики эскадрильи «Нормандия-Неман». Да, сегодня ситуация иная. Сегодня в Айлове Франции стоят совершенно другие люди, и дело не в возрасте, а во взглядах на роль, на значение Франции. Даже, может быть, на её историю, на её будущее. Не буду давать оценок, это не наше дело, это дело самого французского народа. Но знаю, что людей со взглядами, которые вы представляете, и истинных друзей во Франции, друзей России, немало. И количество их растёт. Будет ли эта ситуация усугубляться и дальше с точки зрения развития ситуации в мире, с учётом того, что будет продолжиться, как Вы сказали, такое идеологическое противоборство? Ну, оно никогда не закончится, это очевидно. Вот эти различные течения, какое бы обличие они ни принимали, они, конечно, всегда будут бороться между собой. Это очевидно. Но, на мой взгляд, всё-таки осознание важности, неприходящее значение национальных ценностей и традиций, оно постепенно, постепенно будет набирать обороты и в европейских странах, да и в самих Штатах. И в этом смысле, я думаю, что, да, противостояние идеологическое будет продолжаться, но всё-таки будущее за национально ориентированными силами в мире. А баланс между ними на мировой арене должен достигаться, как я и говорил в своём выступлении, за счёт поиска компромиссов между цивилизациями. Уважаемые коллеги, давайте, время у нас действительно поджимает уже, давайте, блиц, пожалуйста, очень прошу, очень короткие вопросы. Вы, пожалуйста, да, вот. Но вопросы всё равно короткие. Пожалуйста, попробуйте короткие вопросы. Я попробую, спасибо. Константин Старыш, Республика Молдова, парламентская оппозиция. У меня вопрос такой, рано или поздно, всё равно конфликт этот закончится, и, хочется верить, начнётся какая-то пересборка отношений между Россией и Западом. Я говорю очень эгоистично, потому что, когда происходит такого рода конфронтации, в таких странах, как Молдова, такие страны очень лихорадят. Лихорадят и экономически, и политически. Так вот, хочется верить, что такой процесс перенастройки отношений, который определит судьбу большой Европы на десятилетия вперёд, всё-таки начнётся. На Ваш взгляд, Владимир Владимирович, какую роль могут сыграть такие страны, как Молдова, в этом процессе, и какое место они могут занять вот в этой будущей конструкции, которая возникнет в итоге этого процесса? Благодарю Вас. Это зависит от народа Молдавии. Нет, я сейчас поясню, поясню. Если народ Молдавии будет голосовать за тех людей, которые хотят отдать значительную часть своего суверенитета другим странам и плестись в хвосте этих интересов, то тогда они займут в соответствии с этим и будут занимать определённую роль. Её будет не видно и не слышно. А если они пойдут по пути сохранения суверенитета, национального достоинства, сохранения своих национальных традиций, то, как я и говорил в своём выступлении, мы будем стремиться к тому, чтобы все страны, вне зависимости от их размеров, экономического состояния, имели равный голос, чтобы все относились друг к другу как к равному. Я не знаю, как это всё сложится, но наша позиция заключается в этом, и именно к этому мы будем стремиться. Кубат Рахимов, Кыргызская республика. Короткий вопрос. Мы видим успешный кейс создания газового союза России с Узбекистаном и Казахстаном. Вот в этом году уже, в октябре уже, Узбекистан будет получать российский газ. Но у нас в Центральной Азии есть ещё две проблемы. Это вода и энергия. Вот как Вы, Владимир Владимирович, оцениваете перспективы создания водного и энергетического союза, в котором Россия выступала бы активным игроком и модератором процессов во избежание социальной нестабильности и даже вооружённых конфликтов? Спасибо. Что касается энергетики и поставок энергоносителей, мы никогда не поставляли газ из России в Центральную Азию. Там в советское время всё по-другому, из Центральной Азии поставлялась по двум трубопроводным системам. Но сейчас, с учётом роста потребностей, роста экономики наших друзей в Центральной Азии, они поставили перед нами вопрос. Да, и изменения климатических изменений. В этом году в Казахстане, в Ташкенте вообще было минус 21, минус 24, по-моему. Такого вообще никто никогда не помнит. Это просто невероятно. Но это было, а значит, может повториться. Поэтому нас попросили подумать о том, чтобы начать поставку российского газа в эти страны, без этих поставок сложно, мы понимаем. Вот мы совместно это проработали. Казахстанские наши друзья занялись и реализовали план по восстановлению своей части трубопроводной системы. То же самое сделано было на территории Узбекистана. И «Газпром» должен был это сделать на территории Российской Федерации, в том числе перенастроить некоторые технические наши возможности. Потому что, повторяю ещё раз, газ подавался в советское время в одну сторону, а теперь нужно его в другую подавать. Мы будем это осуществлять, вот уже так технически это сделано. В октябре этого года начнутся полноценные поставки. Пока в небольшом объёме, но это критически важно. И для экономики Казахстана, и для экономики Узбекистана по 3 миллиарда кубических метров погоду будем подавать. А потом можем и увеличивать. Да, существуют и другие проблемы. Это и энергетика в широком смысле слова, гидроэнергетика, это вода. Это всё решаемые вопросы. Они не простые с экономической и финансовой точки зрения, но решаемые. Но решая все эти вопросы, мы, конечно, не должны забывать об экологии. Это всё находится в поле нашего зрения, в том числе и с нашими кирогическими друзьями. Мы знаем об этом, мы работаем над этим. И вот с премьер-министром действующим постоянно это обсуждаем. Надеюсь, мы увидимся с ним и на саммите СНГ в ближайшее время, и тоже будем об этом говорить. Так что всё находится в повестке дня. Мы понимаем, что это важно для наших стран. Кстати говоря, что касается поставок нашего газа в Молдову, вот я как-то обратил внимание, что кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, немножко удивился, потому что условия, на которых мы поставляем газ в Молдову, это молдавские условия, именно молдаване просили нас о такой формуле поставок и ценообразования. Это было именно молдавское предложение. И мы пошли навстречу, несмотря на все противоречия в сфере политики. Мы выбрали предложение молдавской стороны. Но надо решать, конечно, вопросы, связанные с долговыми обязательствами. Здесь это очевидная вещь. Но вот, несмотря на заявления молдавских официальных лиц о том, что Молдова прекратила получать наш газ, я вот у Миля расспросил вчера и сегодня, я говорю, слушай, а что они делают-то, что там творят, им не нужен газ? Он говорит, да нет, как поставляли, так всё и поставляем. Ничего вообще не изменилось. Что это за люди? Болтают языком. Непонятно, зачем они это делают. По-моему, только наносят ущерб экономике Молдовы. Да. Пожалуйста. Да, да, да. Владимир Владимирович, Пётр Столыпин, обращаясь к смутьянам, произнес свою знаменитую фразу. Нам нужна великая Россия, вам нужны великие потрясения. Тогда великие потрясения не миновали Россию. Последний раз эти потрясения пришли к нам в 1991 году. Сегодня Россия движется от великих потрясений к величию. Что для вас является величием России? Спасибо. Мы все знаем вас как писателя, патриота России, такого фундаменталиста, я бы сказал, российской государственности. Что касается величия России, Вы знаете, величие России на сегодняшний день заключается в укреплении её суверенитета. А суверенитет основан на самодостаточности, в технологиях, в финансах, в экономике в целом, в сфере обороны и безопасности. И вот что я хотел бы в этой связи сказать. Те люди, которые начали зачем-то бороться с Россией сегодняшней после 1991 года, я отчасти сказал об этом в своём выступлении, я вообще не понимаю, зачем они это сделали. Только из-за самоуверенности, из-за глупости. По-другому никак не могу сказать. Я всё время задаю себе вопрос, зачем? Ведь мы же руки развели, мы хотим, мы вот здесь. Нет, начали пытаться добивать. Зачем? Тем не менее, они начали это делать. Это привело нас к единственному выбору – укреплять свой суверенитет в сфере экономики, финансов, технологий и безопасности. Так вот, те люди, которые начали это делать и довели до сегодняшней стадии такого противостояния уже горячего, начали на нас санкции накладывать, они добились обратного ожидаемому результата. У нас происходит совершенно очевидное изменение структуры российской экономики. Вот я уже сказал, значит, ВВП, в структуре ВВП мы прибавили от нефтегаза 3%, а от перерабатывающих отраслей, включая, конечно, оборонку, но не только. Я уже сказал, значит, это электроника, оптика, машиностроение – 43%. Они ушли с нашего рынка и, видимо, думали, что всё рухнет. А нет, всё только укрепляется. Да, подросла немножко инфляция, да, рубль у нас там колеблется. Мы видим эту проблему, но структура экономики меняется. Она становится на собственной базе более высокотехнологичной. И нам нужно сохранить этот тренд. И мы обязательно это сделаем. А на основе этого мы и дальше продолжим укреплять нашу обороноспособность. Мы видим эти вопросы, которые возникают, извините, прямо скажу, в ходе боевых действий. Мы видим, чего нам ещё не хватает. Но мы наращиваем это производство. Причём по некоторым направлениям прямо в разы. Не в какие-то проценты, а в разы. И если мы сохраним вот все эти тенденции, а мы, безусловно, сделаем это, и мы будем опираться при этом на поддержку и доверие нашего народа, которое в том числе выражается в том, что у нас просто широкий поток добровольцев идёт, вооружённые силы. У нас на сегодняшний день уже 335 тысяч людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с Министерством обороны. И ещё примерно 5 тысяч, чуть больше даже, так называемых добровольцев, хотя они все добровольцы, но добровольно приходят. Но просто это другая категория, контракты подписывают на более короткий срок. В целом это уже где-то около 350 тысяч, а в этом и проявление доверия людей к политике российского государства. Потому что все видят, что мы не занимаемся какими-то сиюминутными вопросами, а вся наша… Мы можем делать не всё так, как бы хотелось, но подавляющее большинство граждан видят, что всё направлено на укрепление российского государства, российской государственности. Она многокомпонентная, но тренд, совершенно очевидно, тренд очень позитивный, правильный. Наша задача – эти тенденции удержать. И мы сделаем это. Спасибо. Владимир Владимирович, а можно я встряну одну вещь? Раз уж вы затронули править добровольцев, просто вы недавно, у нас вот за тот год, что прошёл, помимо всего прочего, одно было событие очень драматичное – попытка военного мятежа. И вы недавно встречались с представителями… Хотел на позитиве закончить, не дай. А это позитив. Я просто хотел спросить, теперь-то мы знаем, как с частными военными компаниями иметь дело? Вы знаете, у нас же это было журналистское наименование – частная военная компания. В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало. Значит, тот опыт, который был, он и был таким корявым, потому что он не был основан на законе. Да, он был вызван необходимостью текущей конъюнктуре, прямо, скажем, на поле боя. И когда Миноборона предложила части этой компании приехать и участвовать в боевых действиях, я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно, и мы видели, что воевали героически. Но интересы даже рядовых членов этой компании и руководства этой компании не всегда совпадают. Не все же получали доходы до 840 миллиардов рублей от поставок продовольствия во вооружённые силы. Были и другие проблемы, связанные с чистой экономической составляющей. Но я сейчас не хочу в это вдаваться. У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования или нет. Но на сегодняшний день могу точно сказать, что несколько тысяч бойцов этой компании, они уже подписали контракты с вооружёнными силами. Они хотят, а если хотят, значит, будут принимать участие в боевых действиях. Это первое. Второе. Они делают это на основе подписанных индивидуальных контрактов, чего раньше не было. И это было большой ошибкой, потому что это же не гарантировало людям социальной защиты. Но если нет контракта, значит, нет социальных обязательств со стороны государства. Ну, вот чего скрывать-то, это же всем уже хорошо известно. Деньги платили наличными. Как это наличными? Честно говоря, это и моя вина. Не мог себе представить, как это может быть. А если наличными, значит, кому дали, кому не дали. Кто там определяет, кто чего заслужил? Это же вопрос. Поэтому, если и делать это, то делать это надо на основе закона. Ну, вот это процесс непростой, непростой, сложный. Мы обсуждаем, думаем над этим. С точки зрения… Во многих странах такие компании существуют, активно работают. И прежде всего они работают за границей, конечно. Мы все об этом хорошо знаем. Нужны они нам или не нужны, мы подумаем над этим. Ну, вот сейчас мы видим, что происходит на линии соприкосновения. Там российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям. Двигаются вчера по всей линии соприкосновения на 12 участках. Мы просто не обращаем на этого такого фундаментального внимания, но это имеет значение. На 12 направлениях продвинулись. Где-то на 300, 400, 500 на двух участках. 1500, 1600 метров на глубину. Ну, это называется просто улучшение своего положения на поле боря. Это такие тактические вещи, но они всё-таки имеют значение. Поэтому нужны ли нам здесь частные военные компании? Ну, нам нужны люди, которые хотят воевать и отстаивать интересы Родины, воевать за Родину. Такие есть в том числе из той компании, которую вы упомянули. Ну, и чтобы совсем уже, я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании и так далее. Но мы знаем о авиакатастрофе. Вот мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолёт не было. Это уже установленный факт. Факт – результат экспертизы, проведённый Следственным комитетом Российской Федерации. Но следствие не завершено. Да, к сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилось. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. Но, повторяю ещё раз, на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена. Но то, что есть, я вам сказал. Я хочу сразу сказать, я задал вопрос председателю Следственного комитета, можно ли об этом сказать публично. Он говорит, да, можно, это установленный факт. Так что, таким образом. Вы сказали про Карабах, я как этническая армянка не могу не отреагировать и позволю себе заверить вас, что все нормальные армяне. Все прекрасно понимают и прекрасно понимают, что Пашинян вообще был приведён к власти в своё время именно для того, чтобы сдать Карабах и чтобы этим вызвать вот такие вопросы, как процитировал наш ведущий европейских политиков. Нормальные армяне понимают, что если бы не Россия, армянского народа не было бы как в начале 19 века, когда их спас грибоедов, так и в начале 21-го, когда спасают миротворцев Карабахи. Это ремарка. Вопрос короткий. Наш гость из Венгрии не хочет спрашивать про нашу Одессу, а я хочу, потому что Одесса – русский город, прекрасный город, и нам кажется, что русские города должны жить в России. В связи с этим вопросом, где бы вы хотели, чтобы мы остановились? Спасибо. Первая часть вашего выступления. Я не могу с вами согласиться с тем, что премьер Пашинян был приведён к власти кем-то со стороны и для того, чтобы сдать Карабах. Всё-таки это был выбор армянского народа. Да, можно по-разному относиться к избирательным процессам, но это факт, и поэтому я здесь с вами не согласен. Это первое. Второе, что он стремился сдать Карабах, я тоже не согласен. Я с ним общался, общался плотно и в период вот этого конфликта 2020 года. И раньше, конечно, ведь давайте вспомним, когда он пришёл к власти, он сказал о том, что Карабах – это часть Армении. Такого никогда никто до него не говорил. Правда, потом позиция его кардинально поменялась. Почему? Это уже не ко мне вопрос. А дальше в ходе конфликта 2020 года, я же с ним общался, и, на мой взгляд, он искренне стремился к тому, чтобы ситуацию удержать, сохранить. Я сейчас не говорю, правильные были решения, ошибочные, не моё дело об этом судить. Но говорить о том, что он целенаправленно сдавал Карабах, считаю несправедливым. Теперь по поводу, где нам остановиться. Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантиях безопасности народов России и российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми. Но это такой сложный вопрос, требующий разговора. Вот с вашим мужем я боюсь разговаривать. Он такой, если не экстремист, то человек крайних убеждений. Но с вами мы подискутируем потом. Да, давайте, пожалуйста, вот сюда. Спасибо большое, Mr. President. That you said, who are you to ask, who are they to ask us, or anyone in that matter. What we are understanding is that the militer alliances and the political alliances have really shaken the entire regions, the Middle East and others, by attacking different countries, including Afghanistan, Iraq, and all that. Now, there is a big issue that we consider, that if there is a multipolarity, a multipolar word, it has to come from the economic orientation. Like you mentioned about the energy, that you will look into the competing markets if Europe fails to provide less prices to the population. And that, again, is a crime against their own customers. So, I would like to ask you, is it possible, by any chance, that during all the crises, there is an opportunity for Russia, especially, to create this, you know, to follow this new economic world order? Because I consider, as a political science student, that this is about new economic world order. Whoever controls the natural resources, whoever controls all these paths and sea routes, they are the one who would control. And the counter design, is there a counter design for us to counter this sanctions? Because sanctions is strangulating not only Russia, but also many countries. Russia is surviving because it has a lot of natural resources. But like other countries in Africa, in Asia, we are facing a lot of challenges. I'd like to see that if you can put your own, like, the points which you put equality, how would you define that? Is there a probability that down the road we will have a new economic world order led by Russia? I'm completely connected to what you just said. It's like that. The future of the world, of course, will be based on the future economic and financial systems. And it should be more balanced. 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 It should be more balanced than the future of the world. It should be more balanced than the future of the world. You should be more balanced. The future of the future is to live in any time. It's a really hard. Hugged down on the platform that we are currently talking about these opponents, because we're talking about economic economics, and we won't have to work with how to communicate it with how to other terms. They have to keep their own account RELEGIES in any way for their own. Я уже сказал, многие так считают, что бретон-дунская система устарела. Ведь это не я говорю, это эксперты, западные эксперты. Её надо менять. Конечно, она приводит к таким уродливым явлениям, как, скажем, долговые обязательства развивающихся экономик. Конечно, вот это, безусловно, полное владычество доллара в мировой системе. Это происходит уже, вопрос времени. Но своими, скажем, мягко говоря, непрофессиональными действиями, своим упрямством и своим пренебрежением ко всем остальным участникам международного экономического общения, скажем, политические и финансовые власти, экономические власти США стреляют себе в ногу. Ведь когда они ограничивают расчёты в долларах, ну а что же нам делать? Мы вынуждены тогда, просто вынуждены рассчитываться в национальных валютах. Мы вынуждены обсуждать вопросы, о которых я уже говорил, отвечая на один из вопросов коллег. Создавать новую логистику этих валютных расчётов. Таким образом, область применения доллара естественным образом сокращается. Она сокращается и по мере того, как Соединённые Штаты – это огромная экономика, и страна огромная и великая, без всяких сомнений. Здесь и сомнений быть не может. Мы ничего здесь не преуменьшаем, ничего не преувеличиваем. Но она сама сокращает сферу своего влияния в мировой экономике. То есть это и так происходит в силу объективных причин роста развивающихся рынков и развивающихся экономик. Ну, какими темпами Азия развивается. Это и так происходит. А Штаты, исходя из политической конъюнктуры сегодняшнего дня, ускоряют эти процессы. Ну, извините, но это же, мягко говоря, знаете, есть такое расхожее выражение – это хуже, чем преступление, это ошибка. Это так и есть. В данном случае оно так и есть. Поэтому, если какие-то проекты есть, которые будут создавать новую базу экономическую, логистическую, есть, конечно. Вот председатель Синь Цзиньпинь предлагает один из таких проектов – «Один пояс – один путь». Это же объединительный лозунг – «Один пояс – один путь». Все вместе. И мы то же самое делаем в ходе строительства Евразийского экономического сообщества. И вместе думаем над тем, как объединить. А если сюда ещё подключаются страны БРИКС, страны ШОС, ну, послушайте, вот это и есть совместная работа, а Пакистан тоже принимает в этом участие, совместная работа в поиске решений. Конечно, это сложная задача. Это потребует времени. Но осознание того, что это выгодно всем, будет подталкивать этот процесс вперёд. И закончу тем, с чего начал. В этом смысле укрепление многополярного мира неизбежно. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Ждём вас через год на 21-м Валдае. И я всех, что вас жду на мероприятиях подобного рода, и хочу поблагодарить вас за участие. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...